Уважаемые коллеги, мы все на месте можем продолжить нашу работу. Рассматривается следующий вопрос в повестке дня. Вопрос номер один. По бюджете территориального фонда обязательно лицинского страхования на 22-й и соответствующий период 23-го счета. Второй чтение. Носится главой Сергей Кавлович Абшибаев, директор фонда, докладывается. Мы до 10 минут дальше вопросы ответим. Уважаемый Анатолий Васильевич, уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные. Вашему вниманию представлен проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 23-24 года. Возработанные в соответствии с требованиями бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона обязательного медицинского страхования в Российской Федерации, Федерального закона о размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения, Проекты федерального закона о бюджете Федерального фонда рецептного медицинского страхования на 2002 годе, напавленный в период 2023-2024 года. Проекты постановления правительства Российской Федерации по программе государственных гарантий бесплатного наказания гражданам медицинской помощи на 2022 годе, напавленный в период 2023-2024 года. А также законы Республики Калмыкия о бюджетном процессе Республики Калмыкия. Бюджет ТЭФОМС Республики Калмыкия на 2022 годы, напавленный в период, сформированный в соответствии с длительницами компонентированности бюджета по доходам и расходам. Прогнозируемая сумма доходов из бюджета ТЭФОМС Калмыкия на 2022 год составит 3,833,798,000 рублей. То на 219,5 млн. рублей или на 6,1% больше, чем в 2021 году. На плановый период в 2022 году доходы прогнозируются в сумме 4,42,7 млн. рублей. И в 2024 году 4,281,725,000 рублей. В том числе налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в 2022 году в сумме 26,802,000 рублей, что на 10 млн. больше, чем в текущем году. На плановый период в 2023 году 22,810,000 рублей и в 2024 году 23,722,000 рублей. Субвенция бюджетного фонда ТЭФОМС Калмыкия из бюджета ТЭФОМС Калмыкия предусмотрена в размере 3,688,119,000 рублей. Что на 173,8 миллиона рублей больше, чем в текущем году. В 2023 году объем субвенции составит 3,980,000,000 рублей и в 2024 году 4,120,000,000 рублей. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетом государственных небюджетных фондов, с законопроектом предусмотренными в 2022 году 123,940,000 рублей, что на 40,5 млн. рублей больше, чем в текущем году. В 2023 году 130,137,000 рублей и в 2024 году 137,945,000 рублей. И четвертый вид доходов, это возврат остатков субвенции в текущем году. Бюджет федерального фонда установлен на 2022 год 5,57,000 рублей. В 2023 году 194,000 рублей и в 2024 году 205,000 рублей. Общая сумма расходов запонирована на 2022 год составила 3,833,798,000 рублей. Или 100,9% в уровне 2021 года с учетом межбюджетных изменений с вводной бюджетной росписи. В 2023 году расходы составят 4,042,783,000 рублей. И в 2024 году 4,281,725,000 рублей. Бюджет фонда включает следующие виды расходов. Первое. Это расходы по подразделу общегосударственных вопросов. Включают расходы по аппарату органов управления государственных и рюджетных фондов, которые планируются на 2022 год в сумме 36 миллионов 2 тысячи рублей. В 2023 и 2024 году эти расходы планируются на уровне 2022 года, то есть 36 миллионов 2 тысячи рублей. Увеличение расходов на обеспечение выполнения этой функции в 2022 году связано с планируемым приобретением основных средств или для повышения защищенности государственных информационных систем ДИС от компьютерных атак в соответствии с указанием Федерального фонда обязательного медицинского страхования, а также повышение зарплаты в соответствии с указаниями главы Республики Калмеги. Второй вид расходов – это расходы по финансированию подраздела. Другие вопросы в области здравоохранения на 2022 год составляют 3 миллиарда 797 миллионов 796 тысяч рублей. В 2023 году данные расходы планируются в сумме 4 миллиарда 6 миллионов 781 тысяч рублей и в 2024 – 4 миллиарда 245 миллионов 722 тысяч рублей. В том числе за счет средств субвенции из бюджета Федерального фонда на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Республики Калмеги планируется направить 3 миллиарда 652 миллиона 109 тысяч рублей, в 2023 году 3 миллиарда 854 миллиона 28 тысяч рублей и в 2024 году 4 миллиарда 84 миллиона 257 тысяч рублей. Они включают в себя расходы по финансированию страховых медицинских организаций, заключивших договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования, которые предусматриваются в 2022 году 3 миллиарда 144 миллиона, в 2023 году 3 миллиарда 321 миллион и в 2024 году 3 миллиарда 519 тысяч рублей. Расходы на ведение дела страховых медицинских организаций устанавливаются в объеме 1% от всех средств, поступающих в страховую медицинскую организацию. Расходы на финансовое обеспечение расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, которым выдан полис обязательного медицинского страхования за счет средств страхового запаса бюджета Перфонс Калмыкии. В 2022 году планируется направить 507 миллионов 206 тысяч рублей на уровень текущего года, в 2023 году 532 миллиона 566 тысяч рублей, в 2024 году 564 миллиона 520 тысяч рублей. За счет прочих поступлений бюджета Перфонс на организацию обязательного медицинского страхования на территории Республики Калмыкия, в 2022 году планируется направить 125 миллионов 133 тысяч рублей, в 2023 году 131 миллион 378 тысяч рублей, в 2024 году 139 миллионов 236 тысяч рублей. На финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в 2022 году планируется направить 20 миллионов 152 тысяч рублей, в 2023 году 21 миллион 374 тысяч рублей, в 2024 году 22 миллиона 229 тысяч рублей. Принятие закона Республики Калмыкия о обучении территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия на 2022 год и на плану в 2023-2024 года потребует расходов республиканского бюджета на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование в 2022 году 1 миллиард 353 миллиона 72 тысяч рублей, в 2023 году 1 миллиард 407 миллионов 448 тысяч рублей и в 2024 году 1 миллиард 464 миллиона 5 тысяч рублей. Соответственно. Доклад, секунд, спасибо за внимание. Спасибо, уважаемые коллеги. Вопросы? Что-то изменилось у нас после первого чтения? Добавились какие-то параметровые дела? Или что-то мы, так сказать, сделаем хуже или лучше? А тебе, 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 тебе. Это все как в первом чтении было. Изменения нет. Нет. То есть ни сверху, ни снизу, ни сбоку, нигде? Нигде. Понятно. Хорошо. Вопросы еще. Владимир, пожалуйста. Да, мы уже говорили на эту тему. Меня в последний раз попросило динамки изменений застрахованных лиц, да, у них и славы. Вот мы здесь видим, что у нас с прошлым годом в глубытие где-то более 8 тысяч человек. Это из них трудоспособного населения примерно около 7 тысяч. Ну, понятно все это дело. А каким образом мы, в принципе, на сегодняшний день, рецепт, который вы сегодня представляете, значит, вот эти вот люди, они учтены или нет? То есть получается, если они отсюда выбывают, мы рассчитываем только на это, на это все, или за выбытием этих людей. Эти люди, которые, они уже не учитываются при расчете субвенции, учитывается вот количество заторгованных на 1 января текущего года. И еще один момент, значит, вот эта численность, которая на сегодняшний день, значит, 20-256 тысяч, которые вы задаете, значит, а с пенсионным фондом у вас вот существует какая-то эта самая связь, и вы как-то реализуете вот эти вот цифры? Раньше у нас два года назад мы сверяли численность работающих и неработающих с пенсионным фондом. Последние два года мы с науковой инспекцией сверяем эти цифры. То есть численность работающего населения нам дает науковое инспекцией. Спасибо. Еще вопросы? У меня уточняющий вопрос, да? Скажите, пожалуйста, когда вы утвердите постановление правительства с программой оказания граждан бесплатной медицинской помощи? Ковид ковидам, но плановая медицинская помощь должна оказываться? Это один вопрос. Правление фонд вы проводили, обсуждали, бюджет второго чтения? Это второй вопрос. И скажите, по оказанию плановой медицинской помощи за пределами республики, в Палмытии, да? Какой сейчас порядок обращения к вам? Погетово? Пожалуйста. Ну, по поводу этой программы, она у нас разработана и готова к принятию. Но мы ждем, когда на федеральном уровне примут программу госгарантии отказания бесплатной медицинской помощи. И только после принятия федеральной программы мы запустим свое. А так она у нас разработана, все объемы уже посчитаны, финансы посчитаны. А как она связана с федеральным программой? Потому что мы делаем нашу территорию программу на основании федеральной программы госгарантии. Если там меняется вот один норматив, то у нас тоже все поменяется. Хорошо, дальше. Ремарка, бюджет сверст, он принят и так далее, в том числе и по вас. У вас цифры не изменились по сравнению с параметром рейс бюджета, как право учтение, да? Когда основные параметры меняются, у вас цифры остались в том же объеме? Ну, в таком случае бюджет фонда и терпрограмма, они мало чем связаны. То есть только объем доходов на нашу терпрограмму здесь утверждается. А в терпрограмме там утверждаются все финансовые нормативы затрат на единицу оказания медицинской помощи, которые утверждаются программой федеральной государственной гарантии. Хорошо, давай. И сейчас по закону мы терпрограмму должны принять не позднее 31 декабря текущего года. Виталий, когда вы, если ты короче рекомендацию, у вас надо отвечать? Да, давай, второй вопрос. Второй вопрос по управлению. Значит, управление у нас собирается один раз в полугодие, то есть два раза в год. В этом полугодии мы собирались и основные параметры бюджета мы уже рассмотрели. Это в июле или в августе месяце было. То есть, учитывая, что у нас между первым и вторым учтением никаких изменений не было в нашем законе, мы правление не собирали. Порядок оказания медицинской помощи плановой. Значит, лечащий врач выдает направление по форме 057 человеку, который нуждается в оказании плановой медицинской помощи. И он с этой формой направляется в то лечебное учреждение, куда его направили. Если в прошлом году мы могли контролировать при проведении МЭКа, это медико-экономический контроль, я считаю, который выставляет нам другие территории, и при отсутствии данного направления мы могли снять этот случай с опады. То есть, с 1 июля текущего года функция МЭКа уже у нас отсутствует, а МЭК проводит та территория, на которой была указана емкость. То есть, федеральные лечебные учреждения Москвы, условно, теперь не предъявляют нам считать, а оказывают бесплатно, будем так говорить, или как, за счет своей сметы расходов. Если речь идет о федеральных центрах, которые подведены Министерством здравоохранения Российской Федерации, то они счета нам не предъявляют за наших пролеченных пациентов. Они напрямую предъявляют счета федеральному фонду, и федеральный фонд оплачивает эту помощь. Мы оплачиваем только региональным центром. Сергей Короче, а как же когда кредиторская задолженность будет перед сторонами организаций за оказание помощи? У нас кредиторская задолженность уменьшается, если на начало прошлого года у нас было 136 миллионов, на начало этого года у нас была задолженность 64 миллиона, сейчас у нас задолженность 52 миллиона. Хорошо. Следующий вопрос, пожалуйста. Пожалуйста, Николай. Сергей Дович, мне нужно пояснение. Первое. Значит, коллега мне сказал, что в связи с какими-то там проблемами возникло по заработной плате, взрывоохранение какие-то проблемы. Но я понимаю, что если, например, пять лет тому назад мы приступили увеличить заработную плату по майскому указу президента Российской Федерации, и мы прекрасно все знаем, каким образом скопилась такая большая нагрузка задолженность по второй статье. В связи с тем, что мы все это, значит, главным россиям плачем заработную плату, чтобы достичь, значит, указанных нам параметров. На сегодняшний день, насколько я знаю, мы в первой степени с вами разговаривали, значит, и вот сейчас мы там говорили о том, что те деньги, средства, которые поступают сейчас, значит, по линии субвенции, там, да, и с федеральным, и все остальное, значит, вы там договорились с налоговой инспекцией о том, что вы начнете гасить постепенно хотя бы часть какую-то, так? Согласен? Да, 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 да. А тогда получается, поясните, тогда получается уже оправдный эффект пошел. У нас тогда заработную плату непосредственно на врачей, медицинский персонал, значит, получилась проблема, что-то или в чем? Почему возникает проблема сейчас такая, если есть? Нет, проблема, конечно, есть. Кредиторская задолженность у нас сейчас во всех лечебных учреждениях порядка 570 миллионов рублей. Из них во второй статье там 300 миллионов рублей. Налоговая инспекция арестовывает, получается, счета лечебных учреждений, ну, и учебник как бы парализует их деятельность. И единственный выход мы нашли совместно с Министерством финансов, Министерством здравоохранения, мы поставили график, погашение вот этой кредиторской задолженности, которыми, ну, естественно, не за один день, и даже не за полу. Реструктуризация называется? Да, реструктуризация. Согласовали этот график с налоговой инспекцией. Сейчас мы ежемесячно отслеживаем выполнение этого графика, пока как бы из графика мы не выбиваемся. Вот. И этот график до первого полугодия следующего года. Причем это не только субвенция, которая из федерального фонда будет приходить, это будет помощь еще из республиканского бюджета. Большое спасибо. Нет, вы меня ответили. Проблема, которая возникла, почему она сейчас бьет по заработок в платье медиков и персонала очень медицинская. Вы что, не предусмотрели то, что, например, если вы будете оттуда забирать и, в принципе, покажать задолженность, и понятно, что он скопирует за несколько лет, то почему-то люди их страдают. Ну, я не думаю, что заработают. У нас по зарплате никаких проблем нет. Все будут. Да я вам по этому спрашиваю. Есть или нет? Нет, нет. Все это все, конечно, продумали. Зарплату все будут получать. Поэтому и говорю, что люди не страдают из себя. Арслан Борисович, пожалуйста. Да, Сергей Карлевич. Ну, мы уже сжалили, конечно, многое на бюджетном комитете. Да, также по задолженности. Вы сейчас тоже повторяете то, что есть стратегия. Блин, где-то даже, знаете, страшно представить себе то, что эта стратегия, каким образом. Я понимаю, возможности из бюджета, которую мы сейчас рассматривали, сокращать эту задолженность. И, не дай бог, это за счет того, что экономия на лекарствах, экономия еще на каких-то условиях медсодержания наших граждан. И дело в том, что эта проблема-то, она не первого года, она не этого года. Она системная, эта проблема. И мы ее поднимали в прошлом году. И то, что в прошлом году мы, как раз, поднимали то, что у медучреждений уже порядка 50 медучреждений было, у которых задолженности, которые начали закрывать расчетные счета. Налоговая вынуждена выставляет НКС. И, соответственно, то, что сейчас даже временно разработали некую стратегию, опять же, я говорю, очень сомнения большие. Каким образом мы разработаны, за счет чего? И давайте тогда уже рассмотрим этот вопрос. Вы говорили, что Минздрав написали в развитии своей ветки, вверх, чтобы подушевые нормативы увеличили. Сейчас он составляет 15 тысяч, да, по-моему? За счет того, что граждан у нас не прирастает, да, там, семенитное шагание, а наоборот, очень много он забывания, и, соответственно, уходят другие регионы на место обслуживания. Предложение все-таки давайте, если они попытались подсвоить свои деньги. Сколько вообще вот должно функцию хватать, так сказать? Я помню, Юрий Викторович, вы говорили, если плюс, там, миллиард, да, то тогда этого будет хватать. Это вот, ну, уже хотя бы понимание в денежной сумме, сколько надо. Давайте, коллеги, вот парламент, я вот предлагаю вам, ну, точно так же выносили это предложение на бюджетном комитете, они попытались по своей линии, да, по Минздраву, я думаю, по правительству двинуть, так сказать, эту проблему, это решение. Давайте законодателям, мы писали в прошлом году открытое письмо, да, на имя президента страны, давайте все вместе, не семь, не девять депутатов, не пять, давайте всем, так сказать, парламентом пишем. Иначе Сергей Каруевич, он будет всегда, как бы, не знаю, расстрелянная фигура здесь, почему не хватает, почему задолжен. Да потому что денег не хватает, потому что подушевой норматив не вытягиваешься. А на него еще сейчас лягут проблемы, уже, наверное, могли там новостроительство, новые детские поликлиники, да, там обслуживание, все равно он увеличивает. Потом, соответственно, станет еще проблема в виде гидрологического этого, да, этого цензора, плюс еще инфекционный госпиталь. Все это возрастает, а подушевой норматив и количество граждан не растет. Его бюджет 4 миллиарда, да? Да, он ограничен. Все. Поэтому экономия, поверьте, я больше, чем уверен, что экономия идет за счет, ну вот уж что, лекарства где-то сокращают или еще что-то сокращают. Хорошо. Основный вопрос понятия. Это возможно? Это возможно, мы сейчас договорились, что проект письма мы подготовили, давайте так далее. Ну, вы согласны? Да, я согласен, пусть проект готовит, посмотрим. Хорошо. Давайте еще. Вопросы нет, желающие выступить? Или вопрос тебе? Да, вопрос. А вот это изменение, что федеральные учреждения будут подать счетах, какую сумму примерно экономить? По 19-му году было оплачено нами счетов на 50 миллионов. По поводу этого письма, продолжения, мы же кажется, в прошлом году просто-таки тоже обсуждали, вроде как бы хотели бы написать такое письмо. Нет, не, не, не. Мы и сами тоже хотели еще в прошлом году, кажется, примерно в это время, что давайте выступим в поддержку правительства и сами противимся. Получается, вот наш умный, и он еще. Ну, сейчас договорюсь, нужна фокус оставляет, двигаем. Значит, желающие выступить? Нет, желающий комитет, пожалуйста, Валерий Иванович. Комитет Народного права парламента Республики Калмыки по обеспечительной спорте, принимать в собственности решение проекта на Республике Калмыки объявить билеты Киев-Терриального фонда взятого нечисленного права Республики Калмыки на 2002 год и плана берет в 2020-2024 году решили рекомендовать Народного права парламента Республики Калмыки принять данный проект. Второе. Цель исключения уменьшения доходных частей бюджет Генерального фонда взятого медицинского страхования рекомендовать Генерального фонда взятого медицинского страхования Республику провести анализ значительно снижение количества страхованных граждан Третье. Рекомендовать проект среди службе предположить ulse wrapping из진ville меры Уважаемые коллеги, решение комитета озвучено. Прошу бы готовиться к голосовым карточкам. Кто за принятие этого постановления по бюджету этого фонда? Пожалуйста, кто за? Кто против? Поддержался. Спасибо, уважаемые коллеги. Мы продолжаем нашу работу. Спасибо вам, Сергей Короевич. Вы можете ухудеть. Значит, рассматривая проект закона Республики Калмаке о внесении изменений в отдельные законодательные республики, вносится по курорам, он же изъявил желание к нему доложить. Пожалуйста, уважаемые коллеги, мы потом после заседания вынуждены двух наших товарищей отпустить. Там ВКС, поэтому министр и все вопросы, которые будут, я их оставлю. Уважаемые депутаты, приставлено вашему вниманию законопроект на правильное приведение отдельных вложений законов Республики Калмаке. Это обоценка регулирующего воздействия проектов нормативно-правых актов и экспертиз нормативно-правых актов Республики Калмаке и о некоторых вопросах организации местного управления Республики Калмаке в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве, вступившую в силу 1 июля 2021 года. В частности, вводится порядок установления и оценки применения обязательных требований, содержащихся нормативно-правых актов в субъеках Российской Федерации, а также расширяется перечень проектов таких актов, подлежащих оценке регулирующего воздействия. Кроме того, в федеральном закону уточнём перечень проектов муниципально-нормативных актов, подлежащих оценке регулирующего воздействия. Законопроект применения факторов не содержит, и его принятие не потребует дополнительных финансовых затратов из субъектов бюджета. Прошу депутатов поддержать представленный законопроект и принять благочтение. Благодарю за внимание. Уважаемые коллеги, Евгений Евгеньевич, у вас есть вопросы? Нет. На комитете рассматривали мы, там шло обсуждение заинтересованное, кое-что уточняли мы для себя. Это очень правильно, значит, поэтому, пожалуйста, Валерий Аснович проинформировался. Комитет Народного права парламента Республики Полумыки по иметь делительной лиственной сословии, рассмотрев проект закона Республики Колумыки на внесении извинений в отдельной законодательной акте Республики Калумыки, в начале рекомендовательного права парламента Республики Полумыки принять для законопроектов. Решение комитета озвучено, не возникло противоречий? Если нет, то прошу проголосовать. И мы голосуем карты, почему не первая, кто за? Вне от этого постановления. 24. И мне согласно. Спасибо, вам agreed. Спасибо Евгений Геннадьевичу в дальнейшем вам работы по федеральному протоколу. Уважаемые коллеги, проект закона рассматривается вопрос номер 13. Внесение изменений в закон Республики о налоге на имущество организации. Вносится правительству, поручено доложить, а через Андреевичу. Пожалуйста, а через Саши. Программа Анатолий Алексеевича, уважаемые депутаты приглашенные. Ваше внимание представляется проект закона, внесение изменений в закон Республики о налоге на имущество организации. Проект закона предлагается, разработанный проект закона о целях проведения соответствия изменений, которые внесены в налоговый кодекс РФ в июле текущего года. В соответствии с действующей редакцией налогового кодекса установление порядка и срока уплаты налога, даже авансовый платежей по данному налогу, осуществляется в соответствии с законами субъекта РФ. А с 1 января до следующего, от 2022 года указаны порядок срока устанавливаться в налоговом кодексе. Соответственно, согласно изменениям, которые внесены в налоговый кодекс, предлагается внесить изменения в закон о налоге на имущество организации. То есть статью 3 и статью 4 вложить в новых редакциях и исключить уже сроки и порядок уплаты налога на имущество, и порядок уплаты авансов платежей, поскольку все это прописано в налоговом кодексе. Сократко, это у меня все, пришел поддержать указы законопроект. Уважаемые коллеги на комитете тоже рассматривали активно. Пожалуйста, вопросы. Нет? А, пожалуйста. Здесь мы считаем, что это возможно, поскольку здесь мы не упрощаем. Или мы не создаем дополнительную нагрузку для наших налогоплательщиков. Я не против, я имею в виду, вы согласовали с этим, с управлением Министерством юстиции нашей республики, где есть замечания. Вы просмотрели, согласовали и сегодня выносят, потому что сейчас будем голосовать. Противоречий не будет? Противоречий есть ли? Ну, противоречий не сохранились. Между кем? Ну, в части того, что налоговое управление Министерство считает, что мы должны были принять это до 1 декабря, мы считаем, что это возможно принятие в декабре, поскольку... Нет, это до 1 декабря есть в пущего года. Да? Да, да, да. Все налоговые изменения должны приниматься до 1 декабря. Ну, это в принципе, а не поменять? Нет, это не меняет, поскольку это уже принято, ну, федеральный мой, а не будем просто... Есть, представитель, вам появится? Нет, мы же экспозицию слушали. Да? Мы же экспозицию слушали на Комитете. Там будет проблема в контроле. И все. Нет, нет, вы по-другому говорите, это вот по аналогам, это вас всегда... Ну, ладно, ладно. Еще вопросы? Нет вопросов, вы желающие выступить? Решение Комитета, Валерий Стасович. Комитет Народного права парламентности Калмыкии, правоопределенности на республике, правоопределенности собственности, рассмотрев проект закона республики Калмыкии, обнесение изменения, закон республики Калмыкии, аналогия на имущество организации, решила рекомендовать Народного права парламентности Калмыкии принять на закон проекта. Уважаемые коллеги, решение Комитета озвучено, прошу подготовиться к голосованию. Первое за принятие проекта постановления по данному вопросу. 24. Спасибо, уважаемые коллеги. Я вас бежал. 23. А, 23. 23, а один разрешался. Проект принимается. Дальше мы движемся. Вопрос номер 14. Проект закона республики о внесении изменений в отдельные законодательные акты республики в сфере налогообложения. Дмитрий Александрович Труевский, правительственного муниципального членовикова. Министр экономики и торговли. Пожалуйста, Дмитрий Александрович, вам. Добрый день, Анатолий Васильевич. О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов республики Калмыкия в сфере налогообложения и о внесении изменений в отдельные законодательные акты республики Калмыкия в сфере налогообложения. А также закон Республики Калмыкия от 30 ноября 2009 года 154 за обустановление дифференцированных налогообложений для отдельных категорий налогообложений, применяющих упрощенную систему налогообложения. Законопроект подготовлен в качестве мер поддержки наиболее пострадавших видов экономической деятельности при желании распространения новой коронавирусной инфекции, а также в целях стимулирования привлечения новых налогообложений в республику и, соответственно, последующего влечения доходной базы в бюджет Республики Калмыкия. Целью законопроекта является продвижение срока предоставления налоговой привлечения сроком на один год до 31 декабря 2022 года для отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции с выручкой не менее 70% от общей суммы ручки. Организации индивидуальных предпринимателей, первых зарегистрированных на территории Республики Калмыкия в 2020-2022 годах, а также налогобладельщиков, поставленных на учет налоговых органов Республики Калмыкия в 2020-2022 годах в связи с переменой ими местонахождений или местожительства. Согласно данным Единого Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию, на 10 ноября 2021 года на территории Республики Калмыкия расширяет свою деятельность за 9262 субъекта МСП, численностью 20 085 работников. Таким образом, в 2021 году наблюдается положительная динамика роста количества субъектов МСП в сравнении с 2020 годом на 712 единиц. Численное занятое население у субъектов МСП в 2021 году в последнюю с 2020 года выросло на 1553 работника. С августа 2020 года на территории региона действует специальный налоговый режим, введенный законом Республики Калмыкия о ведении действий на территории Республики Калмыкия налога на профессиональный доход. Специальный налоговый режим предназначен для граждан, получающих доход от своей деятельности, на которые, не имея по такой деятельности, ни работодателей, ни на юных работников. Согласно сведениям Управления Федерального налоговой службы по Республике Калмыкия в 2020 году на территории, за реки 1789 физических риск, применяющих специальный налоговый режим, налог на профессиональный доход. В 2021 году их количество увеличилось на уровне 1909 самозанятых граждан. Положительная динамика прироста субъектов МСП самозанятых граждан, а также численность занятого населения в 2021 году стала возможной благодаря своевременному принятию и реализации на федеральном и региональном уровнях пакета антипризисных мер в условиях организации мировой коронавирусной инфекции. В 2021 годах в рамках реализации оригинальных проектов субъектов МСП самозанятым гражданам выдано более 240 льготных негазаймов на сумму 385 млн. рублей. В рамках популяризации деятельности субъектов МСП 538 предпринимателям оказана поддержка на общую сумму более 16 млн. рублей. В период пандемии 286 субъектов МСП доставлены субсидии на сохранение занятости и оплаты труда своих работников, а также на повышение какие-то полученные в предыдущих организациях на выплату заработной платы. Общая сумма предоставления субсидии составила 39,8 млн. рублей, позволившая сохранить 1 259 рабочих мест. Внесение изменений в закон 154 также способствовало увеличению зарегистрированных субъектов МСП на территории Республики Калмутия в части мигрировавших и впервые зарегистрировавших. В условиях коронавирусной инфекции и введение вынужденных ограничений для субъектов МСП правительством Республики Калмутия предлагается продолжить оказание мер поддержки на региональном уровне в виде налоговых референций. С выручкой не менее 70% от общей суммы выручки. В связи с принятием закона о налоговом референции в 2020 году воспользовались 412 субъектов МСП. Общая сумма начисленного налога составила 80 млн. рублей. При этом сумма к уплате налога составила 21 млн. рублей. Объем упадающих составил 59 млн. рублей. Объем упадающих доходов в 2022 году предлагается компенсировать за счет прироста в 2021 году субъектов МСП 712 млн. Увеличение обновленных зарегистрированных и иммигрировавших субъектов МСП в 2020 году по состоянию на текущей гады – это 650 млн. Увеличение обновленных численности занятого населения у субъектов МСП, исходя из расчета минимальной месячной размера оплаты труда – порядка 31 млн. рублей. Зарегистрированный физический приз, применяющий официальный налогно-напрессионный доход – порядка 9 млн. рублей. Законопроектам также предлагается внести изменения в закон Республики Калмыкия-154. Предлагаемые изменения направлены на продление срока предоставления налоговой референции для организаций и индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированные на территории Республики Калмыкия в 2020-20-20-х годах, а также налогоплательщиков поставленных на учет налоговых органов в 2020-20-20-х годах в связи с переменой ими, местонахождение или местожительство. Согласно предоставлению УКНС по Республике Калмыкия-154 на территории Республики наблюдается положительная динамика в виде увеличения вновь зарегистрированных и иммигрирующих субъектов МСО. Таким образом, принятие рассматриваемого проекта позволит привлечь новых налогоплательщиков и обеспечить стабильное функционирование деятельности предприятий и индивидуальных предпринимателей в вашей стране. Спасибо за внимание. Быстро оправда. Но мысли есть. Хорошо. Вопросы есть к обладчику? Пожалуйста. У меня есть вопросы и пожелания. Ну да, давай. Да, я хотел вообще поблагодарить Дмитрия Александровича, да, потому что два года назад, два года назад, когда раз-таки... И чьи проблемы, так сказать, начали, только диалог начали, и они были услышаны, так сказать, обводы принимателей, общественные организации, которые были предоставить эти 14-м налоговые, да. В этом году, вот, вот, вот эта инициатива, как стоит, пролонгаться этих преференций, это уже принадлежит непосредственно министру экономики, министерство экономики, министерство финансов. В этом плане, конечно, большое спасибо, я думаю, от лица многих предпринимателей, потому что, на самом деле, условия предпринимательства у нас не улучшаются, и данная, наверное, будет преференция все-таки, ну, так сказать, поддерживающая. Не скажу, что она будет, как бы, развивающая, но, тем не менее, поддерживающая. Так что, коллеги, просьба, конечно, поддержать, и данный законопроект, на самом деле, нужен, ну, поправки точнее, поэтому, просьба поддержать. Спасибо. Да, пожалуйста, согласен. Уважаемый Дмитрий Александрович, предварительно по прогнозам, да, вашим, поскольку вы полномочный орган, в каком количестве вы ожидаете, где данных предпринимателей, если директор мало предпринимателей, кто вам обратится? И второй вопрос. В части информационной составляющей, как бы, с тем, что такие меры предусмотрены, когда состоится ваша очередной информационная грязь, для того, чтобы предприниматели это умножить? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Начну с крайнего. Дмитрий состоится в 20 числа декабря. Он затронет все мероприятия, которые были реализованы в ведомствах в текущем году. Соответственно, он будет анонсирован, и мы сможем ответить на все интересующие вопросы. Теперь, если мы говорим про наши ожидания, то на текущий момент, повторюсь, у нас уже зависели на порядке 650 регулировавших предпринимателей. Мы полагаем, что это случилось за год, мы полагаем, что данная тенденция будет продолжена и в будущем периоде. Спасибо. То есть, такое же количество, да? Поехали, на счет информационного сопровождения, я вот тут, наши следствия массовой информации и наши товарищи, которые инфекционной политикой занимаются, надо показать, что депутатами поддержана эта инициатива. То мы, вот, сказал, вот наш коллега, который участвовал в работе кронитета, видит это дело, показать. А потом уже в общем контексте вы можете рассказать. Значит, поэтому, что если есть и полезные направления есть, и на новое использование, то на сайте, пожалуйста. Вот я с Министерством Александровичем беседовал как-то и предлагал производить возмещение затрат по новому производству. И это гораздо лучше для государства, потому что уже на действующем объекте производство работает, возместили его человеку затраты, которую он произвел там на сколько-то процентов, и республика будет от этого иметь уже готовые рабочие места, готовые действующие предприятия, налоги и так далее. Но решение, вот, сколько уже, два года прошло, решения этого вопроса нет. Вот я просто, вот, допустим, сейчас я строю биогазовую установку, да. Это причем такой значимый проект для республики, потому что у нас все животноводческие стоянки завалены огромными кучами навоза, вы знаете. И все это внесет ветер, все это увеличивается с каждым годом. Сегодня можно этот навоз перерабатывать в удобрение, попутно получать газ. На газе будет работать электрогенератор, повыкновенный с двигателем внутреннего сгорания, и получать электричество дешевое для своего же производства, фермерского хозяйства. И я думаю, что это производство действительно необходимо для республики. Ну вот, почему такие проекты, или вот я сделал проект по гидропонике, да. То есть, комната 80 квадратов дает такой же урожай, как 300 гектаров пассивных площадей. Но при этом не зависит ни от жары, ни от холода, ни от каких-то стихий природы. При этом дает высококачественный корм для животных. И почему вот таким производством, созданным уже, не производить возмещение. Это и для предпринимателя, мне легче сделать это производство, да, там, в 2 миллиона, да, чем ходить, бегать, собирать бумаги, кучу отчетов, куча еще там надзора за всем этим делом, когда мы можем уже готовы представить проектно-сметную документацию, готовое производство, и никаких не надо расчетов, бизнес-планов, которые вам сегодня предприниматели несут. Но вы же знаете, провалов много. Люди на бумаге все выглядит красиво, а в жизни это выглядит дырами. И предприниматель попадает в большие проблемы, и государство не имеет возврата денег. Вот, поэтому я думаю, что в этом пути надо идти так легче, и уже вы будете иметь выгоду и меньше провалов, да. У стабильных предпринимателей, или хозяйства, или предприятий. Вот, поэтому я считаю, что должны мы, наконец, вопрос этот решить. Ну, пожелание вот такое. Оно, наверное, имеет смысл ответить. Да, конечно. Спасибо за вопрос. Я только прокомментирую. Первое. Наши меры, какие бы они ни разрабатывались, и мы будем поддерживать нашим, в первую очередь должны вести к пополнению бюджета. Соответственно, те меры, которые мы предпринимаем, и тот законопроект, который мы предлагаем, он в первую очередь отвечает на то, каким образом бюджет будет пополняться. Что касается необходимости формирования пакета документов, как бизнес-план для нового проекта, либо для проекта, который вы сейчас представляете, это не освобождает от обязанности формировать пакет документов, в том числе для получения субсидий. Если мы говорим про данные конкретными, то, к сожалению, ни на федеральном, ни на региональном уровне, ни на региональном уровне, вследствие отсутствия собственных источников, я имею в виду регионального бюджета, ни на федеральном уровне, такой меры просто-напросто нет, такой программы нет. То есть не то, что мы забыли о ней, я помню прекрасно, что мы это обсуждали у меня, и это обсуждали неоднократно, но программы по линии Министерства экономического развития ее априори просто нет. Если придумывать ее на региональном уровне, мы должны понимать, какой экономический эффект, в том числе для пополнения налоговлагаемой базы региона, мы будем и нет. Поэтому вернуться к вопросу возможно, но только учитывая те источники, за счет которых мы будем это мероприятие реализовывать. Дмитрий Александрович, ну это просто так формально, да, формальный разговор у нас получается. Понятно, что любой предприниматель, получающий субсидии или там возмещение государственное, конечно же он должен представить все бумаги. Но одно дело бумаги уже, как сказать, по году и уже работы действующего предприятия, а другое дело просто планы и мечты вам представляют. И второе, что касается, там нет программы, ну они же программы эти как-то появляются, да, и программы появляются, конечно, от предложений и самих министерств вышестоящих ваших, и снизу идут предложения. Поэтому вот это как раз мое предложение, которое идет снизу. Ну подайте это вы в Минэк России, защитите, это же дело, как сказать, такого продвижения. Спасибо. Я думаю, давайте вы детальки обсудите потом, да, и может действительно вот Минэк направить, учить, а реально что, ну в любом случае надо показывать, насколько это финансово дает результат. А потом, Дмитрий Александрович, вы можете на республиканском уровне, это небольшие деньги, там 2-3 миллиона, да, но значимые объекты, можно принять собственную республиканскую программу. И если вы реализуете и сделаете такое предприятие, это будет как раз и поводом для того, чтобы обратиться в Минэк России, сказать, а вот мы уже сами, а понимаете, когда сами, это софинансирование, это всегда вам пойдут навстречу. Спасибо. Уважаемые коллеги, если больше нет, предложи. А, Валерий Александрович, пожалуйста. Дмитрий Александрович. Включите. Дмитрий Александрович. Вот я хотел бы интересоваться, какие импортивенции можно делать для сельского хозяйства. Вот 2021 год, это было производством трудной, на финансовом еще два шахта, не шахта, было. Сейчас, 2021-2022 год, ну, пустой мы. Что пустошили, что как-то выйти, что это засухи. Все, что было, все положили на фон. Сейчас у нас лучше тяжелое положение, не то в сельском хозяйстве. Ну, вот я хотел пример. Сейчас вот я от Валерий Александрович прилетел, вот Ульяновская область предлагает перейти к ним со всем хозяйством. И даем там проференциям, вот это письмо и о министерстве сельского хозяйства. Там, значит, эти льготы, значит, налоговое имущество, это по памяти налоговое имущество, а ноль, там еще там, на прибыль ноль. Сами налоги, 30 процентов, они сделают 7,6. От НДСа, ну, избавляемся, и там проференции дают на 5 лет. Вот это все. Ну, вот такие льготы, вот сейчас я письмо, это дал, с которым пришло нам в адрес с меня на наше хозяйство. И вот, например, приведут, допустим, да, вот мы и собирались, значит, министр финансов в нашем хозяйстве, министерство хозяйства, вы, возможно, приехали, ну, пока не приехали, ну, были бы, я вас забуду, кто-то, например, какие-то были, ну, у вас какая-то работа была, что у вас или коммунистерство, будет сопля, вы еще раз уехали. Вот, допустим, смотрите, мы платим рейтинговый коэффициент. Вот на минималку 30 процентов, вот. А от этой минималки, еще 30 процентов, и выплачиваем НДФЛ. Мы платим своих денег, 42 процента. Это 42, допустим, из миллиона 420 рублей, это наши деньги. которые мы вложим, чтобы вот нас, там, ни инспекция, ни парапартура, нас не затронули, что все мы выдерживали. Это же напуска большая для сельскохозяйственных. Это говорят... Он говорит о том, что трудный год сельскохозяйственный, подразумевается ли какие-то дополнительные меры поддержки для сельских производителей? Валерий Ставич, спасибо за вопрос. Комментарь будет следующий. То, что нагрузка на успех малого и среднего предпринимательства велика, и нас составляет 45 процентов. Я с вами абсолютно согласен. По тем возможным преференциям в части снижения страховых взносов, сейчас единственная возможность на федеральном уровне это создание ТСР. ТСР это один из видов предпринимательного режима, который позволяет снизить страховую... Старку по страховым взносам до 7,6 процентов. К сожалению, на территории Республики Калмыкия ТСР на следующий момент создать пока невозможно. Почему? Потому что ТСР был по критериям федерального правительства исключительно для регионов Дальнего Востока, а также для умного городов. Города Листа в данном случае по критериям умного города не подходит. Говоря о тех преференциях, которые предлагали в Судьяновской области, мы готовы отдельно рассмотреть, посмотрев, какие они, но они полностью соответствуют нашему 413-му республиканскому закону для инвестиций суммы от и до, где на период от 3 до 5 лет, мы, перечень приоритетных отраслей, в том числе и сельского хозяйства, имеют возможность как новое предприятие, которое вложило инвестиции в развитие региона, получить преференции по налогу на имущество действительно со ставкой 0%, пониженную ставку по налогу на прибыль с 17% до 12,5%. В текущей ситуации, с учетом того законодательства, которое на региональном уровне действует, отдельные преференции для сего с товаропроизводителем министерской экономики не разрабатывала. То есть, докладываю, вся, дополнительно, отдельных отдельных преференций. Спасибо. Уважаемые коллеги, было предложение депутата поддержать данный законопроект, а поделить, пожалуйста. Значит, уважаемые коллеги, на сегодняшний день принц принимает закон, понимает, вот сегодня говорит, что нам приезжают другие, гранты, так так называемые, которые работают на территории нас. Но не забывать о том, что от нас уезжают. Вот, вот, привет, уже приглашают. А вы знаете о том, что, например, на сегодняшний день в приближенных Московской области, в Секиборбочке и в других районах фермеры закрыли свой хозяйство, распродали, переехали туда. Почему? Вот такие вот преференции им предоставляются. И я, насколько я знаю, четыре фермера, они уехали туда и прекрасно там работают сейчас. Вода есть, луга заливана и все остальное. Поэтому на сегодняшний день, да, тревожен такой сигнал, будем говорить так, и действительно, мне кажется, министерство сельскохозяйства, это, конечно, не к вам вопрос, так прямой, и правительству в этом отношении надо как раз прорабатывать. Кстати, я хотел обратиться, значит, вообще, да и вопрос, будет ли что, к председателю правительства, значит, так, почему у нас до сих пор нету замклида по сельскохозяйству. У нас этот министр бьется, хороший парень, наверное, но я понимаю, но вы прекрасно понимаете, у него опыта ничего вообще нет. На сегодняшний день, везде он там воюет с прокуратурой, с кем-то он собирается воевать, конечно, там, это его проблемы. На сегодняшний день, то, что сегодня говорит, практик, который сегодня наш коллега говорит, это действительно такая насущная проблема, когда мы будем, значит, уходить. Вы не перебивайте, пожалуйста, меня. Я в этом не по теме вы говорите. Я говорю по теме. Сегодня, значит, я говорю по теме. Сегодня о том, что говорят, сегодня практики говорят о том, что у нас проблема есть, значит, так, проблему необходимо решать, чтобы министр, по крайней мере, понимал, что сегодня происходит. В отношении к этому проекту, скажу, его Калинина необходимо поддержать. Я думаю, что это очень важный момент. Спасибо. Уважаемые коллеги, я все-таки ревику хочу сказать. Председатель имеет право, если не по теме. То, что докладывает председатель, то я не по теме сказал. Вопрос председателю разного. Я говорю, что не по теме сказал? Вопрос председателю. Он не имеет отношения к этому вопросу. Зачем? Вопрос председателю не имеет отношения к этому вопросу. Значит, поэтому я имею право. Я говорю, что я не знаю. Значит, пожалуйста. Значит, уважаемые коллеги. Ну, вопрос-то хороший. Чего мы его смазываем? Вопрос-то правильный. Чего мы? Конечно, с правильным спутываем. Я извиняюсь. Да? Пожелания, пожалуйста. Пожалуйста. Уважаемый Дмитрий Александрович, ну, ваши потуги как у полномоченного органа, да, правительства, республики, занимающиеся вопросами поддержки субъектов малого предпринимательства, они правильные. Тем более, вот, к сожалению, сегодня нету полномоченного по правилам предпринимателей. Статистика говорит обратно, да, и тем самым меры поддержки, которые вы пролонгируете на год, да, пользование этой меры позволит как раз привлечь через год и в рамках парламентского контроля. Я думаю, коллеги, мы увидим, наверное, ту динамику, о которой говорит Дмитрий Александрович. Если мы перерастем еще на 650 новых предпринимателей, которые воспользуются этой мерой поддержки, количество мы можем показать, что динамика положительная в республике существует. И тем не менее, с учетом обсуждения коллег, я считаю, что здравый смысл в том, что необходимо поддерживать реальное производство со стороны коллеги Номсуру Викторовича, о том, что необходимо предусмотреть меры компенсации затрат именно для поддержки реального сектора экономики. Я думаю, что эти вопросы как раз мы обсуждали и в рамках принятия трехлетнего бюджета. Думаю, что нельзя останавливаться, надо усовершенствоваться и тем самым работать в этом направлении по поддержке реального сектора экономики. Спасибо. Спасибо. Еще пожелания есть? Анатолий Васильевич, я считаю, что вы не правы, сделал замечание НУРОВ, потому что действительно залог успеха предпринимательства, тем более в основной отрасли средств и хозяйства, в Калмыкии, он в том числе как составная часть содержится в управлении. Если правильно построено управление, это залог большей части успеха. А зампред и правительство, это есть министр, это как раз и есть... Значит, основные, основное управление отрасли. Логика есть логика, поэтому, ну, что тут говорить о том? Все по существу? На все рюкзи. Значит, суть в чем? Мы обсуждаем конкретный вопрос по тем налоговым элементам налогообложения, которые мы пролонгируем. Действительно, встал вопрос о том, что нужно и селян поддерживать, и поддерживать основательно. Это тоже правильная замечательность. Пожелаю. Сегодня мы конкретный проект рассматриваем. И Николай Евгеньевич, мы у нас всегда не одобрили, и все мы это все одобрили. Когда вопрос стоит о том, что еще какие-то... Мы сами ритм сбиваем. Анатолий Васильевич, но пришли к тому, что нужно кому-то разрабатывать, управлять ситуацией. Зайцев, он не успевает. Он председатель правительства, ему нужен реально действующий помощник по сельскому хозяйству. Министр хороший парень просто, и все. Он там далеко, а куратор так всегда был, и это правильно было. Настолько я... Почему Николай Евгеньевич обиделся? А я не обиделся, а потому что я председатель. Значит, потому что мы с председателем правительства обговариваем этот вопрос. Я же сам был зампредом по селу. Я знаю роль этого... Этой личности. Да. Не, о том, что... Председатель ответит, ну в конце мы обсудим этот вопрос, ну что мы сразу всю кучу, а? Вот мы так привыкли, мы же парламент, у нас регламент есть. Поэтому тут без... Но ничего, сельского хозяйства там две минуты не убудет. Все, спасибо. Председатель тоже иногда бывает неправ. Бывает. Значит, уважаемые коллеги, ставлю на голосование. Кто? А, решение комитета, пожалуйста. Комитет народного права, парламент, республика и парламент, предпринимательство и сообщество. Да, зачем? ...смотрел проект законы республики о внесении изменения в отдельные законодательные акции республики в сфере налогообложения. Уважаемые коллеги, решение комитета озвучило. Возникли противоречия? Давайте проголосуем. Кто за? 24. Спасибо. Хороший вопрос. Отличный вопрос. Спасибо. Спасибо. Министр, продолжайте работать с учетом пожеланий. Вот они, все пожелания. Можем пожелания учитывать. Да ладно, прекращай. Уважаемые коллеги, рассмотрится проект закона, прошу прощения, но внимательно же. Уважаемые коллеги, я не имею в закон о животном мире. Вносится правительством, порученного лжица Министра природных ресурсов, Олег Викторовичу Санжиеву. Олег Викторович, пожалуйста. Добрый день, Антон Васильевич. Добрый день, уважаемые депутаты, приглашенные. Согласно новеллам федерального закона, от 22 декабря 2020 года, номер 455 ФЗ, о внесении изменений в федеральный закон о животном мире, и в федеральный закон об охоте и о сохранении охотничьих чистых ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, разработан проект закона Республики Калмыкия, о внесении изменений в закон Республики Калмыкия о животном мире, с целью приведения в соответствие с федеральным законодательством. Данный федеральный закон вступил в силу 1 августа 2021 года. Рассматриваемый проект закона согласован в установленном порядке с прокуратурой Республики Калмыкия и управлением Министерством юстиции Российской Федерации по Республике Калмыкия. Проектом закона предусмотрено изменение статьи 3 «Государственный катастрофа животного мира», которая будет изложена в новой редакции. Также проект закона дополняется статьями 3.1 «Учет используемых объектов животного мира пользователями», изложена в новой редакции, а также статья 5 «Ограничение пользования животным миром», изложена в новой редакции. Также вносится часть 1 статьи 6 «Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира». Доклада кончен. Вопрос. Как что-то в одной тональности. Но, тем не менее, уважаемые друзья, значит, Олег Викторовичу вопросы, пожалуйста. Уважаемые коллеги, Олег Викторовичу вопросы. Владимир Викторович, внимание, пожалуйста. Вопросы, пожалуйста. Я сейчас не могу вам вопрос задать, потому что все связано с правительством. Он сейчас опять скажет, что ты там отвечаешь. Вы ставите крыше. Не, 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 а если надо, вы адресуете. Я как-то задать адресуете. Я, в принципе, да. Вопрос-то довольно-таки серьезный, тем более касается и сроки Калмыкии. Я, кстати, правильно ответил. Когда задал я вопрос, я понимаю, что, значит, замминистра не может ответить. Так, пожалуйста. Я повторяю вопрос, который уже, по-моему, я уже задавал. Когда у нас на территории Республики Калмыкии будет, значит, создан отряд по борьбе, значит, с браконьерами, который он существовал у нас есть, с истребства небольшие, 50-60 миллионов рублей в город. Как будто вопрос уже двинулся, потом раз его заблокировали. Что это? Или лобби существует, значит, я задавал, кстати, вопрос. Значит, для того, чтобы у нас этот браконьерцем не бароненный, значит, туда прилетают люди на вертолётах, которые отслеживают на поле, получается, так? Восстан, чиновники. Что такое 50-60 рублей, тем более, это, значит, животные, включены в красную книгу. Они у нас вопрос, когда подочисновение. С учетом своих ресурсов, своих, значит, людей, специалистов, что такое, представьте себе, 6 тысяч до сегодня поднялись, до 12 тысяч на проголовье Сайгата. Сайгат сегодня мигрирует, среди с тем, что ареал у них расширяется. Уход, значит, по всей республике пойдёт. Более того, значит, они будут уходить в Казахстан и всё остальное. Каким образом мы будем, значит, охранять и всё это делать? Вот вопрос, конечно, я понимаю, очень, уважаемые замминистра, значит, я странно вам сказал, вы на этот вопрос не ответите. Нет. Но сегодня, на сегодняшний день, они в какой-то попытке делают, я ответил. На сегодняшний день уровень, значит, правительства республики Калмыкия, это опять же, я вам обращаюсь к борьбе, борьба с опустой. Если мы, например, не начнём всё видеть, значит, нас опять затруют, затюкают. Где два сенатора, которые, что они там делают вообще, два сенатора? Два, значит, депутата государства Думы избрали, значит. Кстати, почему они не присутствуют? И вас, что ли, или ковидами? Поэтому, я ещё раз говорю, надо, вот эти вот вещи, например, надо ставить программу, каким-то образом двигаться, мы же опять, придёт время, сейчас их 3 тысячи останется, потом мы не сможем просто их остановить. Спасибо. Спасибо. Вопрос к министру, если они ответят, мы её, я как председатель, переадрестую и председателю. Пожалуйста, Олег Викторович. Ну, отряду, по заградам. Значит, что касаемо отряда, вопрос о создании отряда поднимался, и во время приезда председателя правительства Российской Федерации, данный вопрос находится на карандаше у Министерства природных ресурсов Российской Федерации, ну и также, как Министерство природных ресурсов... Есть ли письмо от правительства Республики, от главы, значит, на Министерство, на правительство Российской Федерации, значит, о том, что нам нет кабинета квадрата, есть или нет? Всё. Да, конечно, оно есть. Когда вам было написано? Принформативно-правительных актов в сфере биражной министики. Принятие данного законопроекта позволит комплексно урегулировать вопросы, связанные с реализацией, так называемой, гражданной мисти. Проект законной сфере Калмыкия, некоторых вопросов, связанных с отравлением упорщённого порядка прав граждан на гараже и расположенные под ними земельные участки, не содержит ромциогенов факторов, не потребует дополнительных затрат из средств республиканского бюджета. Спасибо. У нас всё. Николаевич, заверши информацию. Пожалуйста. Пожалуйста. Андрей Николаевич, мы тогда на примитете с вами проговорили, там были замечания, опять же, от проблем месяца и сентября по профилю. Вы должны были обещать, что вы урегулируете эту ситуацию и на сегодня выпутки, как он будет выйти на 0,5,5, так? Да, совершенно точно, это в соответствии с решением комитета. Мы все уточнения приняли, проекты работали, и он не всё уже заработан на районе. Спасибо. Ещё вопросы? У меня вопрос. Пожалуйста. Уважаемый Евгений Николаевич, понятно, что как бы федеральная новелла, которая есть в части введения всё-таки такой нормы по гаражной амнистии. У меня вопрос к какому профильному министру. Были ли такие обращения вообще в адрес министерства? И прогнозно, сколько вы думаете, какое количество граждан воспользуется в данной мере? Спасибо. Прогнозов таких нет. Граждане обращаются на всей этой территории города, листы, гаражно-строительные оперативы. Граждане в настоящее время устанавливают определённый перечень документов, которые им необходимо предоставить, буквально местное направление или органы исполнительной власти. Поэтому данное направление работа ведётся. Все обращения были рассмотрены в рамках запишенных законов и федеральных законов. Сейчас уже будет ссылка на региональный закон, который расширительно толкует возможность предоставления дополнительных документов, если у граждан не сохранились с 2005 года, какие-либо документы, выданные гаражно-строительным оперативам. А вы в Афганинах сейфов можете назвать какое-то количество на сегодняшний день? Есть обращения в министерство? К вам какую помощь? В настоящее время обращений не менее 10. Сколько будет в дальнейшем, будем остаться дисплеем. Это действительно новация, новелла, как говорится. Это она будет иметь неправо. И поэтому очень важный этот момент. Мы заставляем право правительству нормативные документы готовить. То есть по ходу дела правительство будет принимать те нормативные документы, которые позволят оперативно людям не выкорствовать, а решать вопросы. Владимир Николаевич, у нас больше вопросов нет. Продолжение одно. Согласиться с проектом постановления. Решение комитета, пожалуйста, в рейдинге. Комитет народного права парламентарной службы комитета решила. Комитет народного права парламентарной службы комитета принято. Так он данный законопроект с ученым следует замечательным культурным. В статье «Один слово. Отношения». Там есть слова «Некоторые вопросы». Пункт 1. Часть и порой. В статье «Звезды следует предоставить». Установлены были использованы земельным царм, находящих государственную муниципальную собственность, для ведения гражданами, гражданами гаражей, являющих капитальным и некапитальным сооружением, либо для отменения технических и других сфер, при движении инвалидов бюджетского сфера. Бюджетные средства осуществляются на основе утверждения органов местного управления, самоуправления поселения, расколого округа, схемы размещения каких-то объектов. Такие три изложены следующее лицо. Отец и документ, который может предоставить и быть удостанем для подтверждения статей соединительного царства с обновленными требованиями. Для подтверждения статей соединительного царта, находящегося в предоставке или муниципальной собственности условиях в основном федеральном документе, где с изменением отхода со российской сфер, в случае отсутствует убранный документ, предусмотренный федеральным документом, будет предоставлен документ, выданным городским кооперативом, подсветающим внесением гражданином взнос. Частья 1 статьи 4.1.2 и следующая конгрегация. Опубликование в порядке установления для официального опубликования обновленных муниципальных правов, а также посмещение информационной телекоменционной сети интернет на официальные статьи органов местного самоуправления, на информационных стендах, сообщение о способах порядка обращения в органы местного самоуправления, органы исполнительного муниципального документа, с заявлением, предположительно согласовыванием строительного земельного участка, занимаемого гражданом, или представлением какого земельного участка, а также место приема граждан местного самоуправления, органы исполнительного муниципального муниципального коммуника. Второе. Проведение основной земельной участки занимаем горожон с целью выявления и правообладателей влечения на горожан сообщение о послуживом порядке обращения в органы местного собрания, органы исполнительных власти службы, ковнуки. Второе. Проведение основной земельной участки занимаемого горожона или поставление такого земельного места играть к приемам раму уроженых влечениях на салон Украины. Пункт 7. Исключить. Уважаемые коллеги, это по регулированию, звать его Николай Розеневич говорит о предложении конкуратуры других наших партнеров. Пожалуйста, решение комитета озвучено, если не будет возражение, голосует. Кто за? 24. Спасибо, уважаемые коллеги. Вам спасибо, Аргений Николаевич. Хорошей работы вам. Мы продолжаем работу. Следующий вопрос у нас по номерам 17. Рассматривается проект закона об установлении размеров предельной величины душевого дохода для представления совместных влечения социальных услуг бесплатно. Уважаемые коллеги, мы проработали все законы, которые везде прогнозятся по социальному вопросу. Мы плотно проработали все это дело. Есть предложение? Уважаемые коллеги, поступило предложение. Действительно, на комитетах очень досконально это все проработали. Ругались, мирились, потом опять ругались, дрались, пошли. Значит, ну это для пользы дела. Это всегда хорошо. Поэтому, уважаемые коллеги, не будет возражений по проекту? Пожалуйста, какие решения? Ну, единственное, есть пояснение. Марина Петровна, как социальный министр, пусть озвучит за населением с участием представителей СМИ. А, пожалуйста. Информация реформирована. Нет, я вопрос озвучил. Вот, пожалуйста. Она не озвучивает вопрос, она докладывает. Я озвучил вопрос. Ну, озвучьте, пожалуйста. Да, Анатолий Васильевич, уважаемые депутаты, мы этот закон утверждаем ежегодно, поэтому озвучу только размер среднедушевого дохода, при котором социальные услуги предоставляются бесплатно. Для пенсионеров этот размер 15 180, для трудоспособного населения 19 240 рублей. Для детей у нас социальные услуги предоставляются бесплатно, поэтому для данной категории размер не устанавливается. Отмечу, что правительством Республики Калмыкия буквально вчера откорректировано постановление об установлении величины прожиточного минимума в свете поручения президента об увеличении темпа роста величины прожиточного минимума на 2022 год. И, соответственно, с учетом этого размера внесен законопроект. Буквально остановлюсь также, что темп роста величины прожиточного минимума для пенсионеров по Республике Калмыкия на 2022 год составил 119,5%, по детям 186, по трудоспособному населению 115,7% и в целом темп роста на душу населения составляет 110,7%, то есть то, что темп роста выше среднероссийского. Ну, вот такая информация. Если есть вопросы, пожалуйста. Нет вопросов. Решение комитета, пожалуйста. Хорошо. Уважаемый Анатолий Васильевич, уважаемые депутаты, коллеги, присутствующие. Данный законопроект был рассмотрен в состоянии нашего комитета. Получены отзывы на данный законопроект от прокуратуры Республики Калмыкия. Замечаний нет. Далее администрация главы Республики Калмыкия. Об отсутствии замечаний и предложений управления Министерской юстицией, что по Республике Калмыкия по проекту замечаний правового проекта не имеется, ну и заключение юридического отдела правового проекта не имеется, также замечаний и предложений по законопроекту не имеется. В связи с этим мы рассмотрели на сцене комитета и решение. Рекомендовать Народному Калмыку программу, присутствующую в салонах и принять данные законопроекты. Решение комитета, представитель комитета озвучил. Уважаемые, не возникли вопросы? Если не возникли, прошу подготовиться к голосованию. Кто за? Спасибо. Спасибо вам большое. Значит, уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу работу. Рассматривается проект закона Республики, обнести не изменен закон Республики Калмыкия, о дополнительных мерах в странной поддержке детей всего и детей, оставшихся без помещения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без помещения родителей в Республике Калмыкия. Вносится правительству. Поручено доложить и исполняющий обязанности министра образования Гулгун Борисовна Ангелова. Гулгун Борисовна, пожалуйста. Уважаемый Анатолий Васильевич, уважаемые депутаты, приглашенный вашему вниманию доклад к проекту закона Республики Калмыкия о внесении изменения в закон Республики Калмыкия 26 декабря 2012 года за номером 401, о дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без помещения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без помещения родителей в Республике Калмыкия. В соответствии с частью 6 статьи 2.1 закон Республики Калмыкия 26 декабря 2012 года, о дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без пообщения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без пообщения родителей Республики Калмыкия, для получения социальной выплаты лицом лица для 1 марта текущего года подает заявление о предоставлении социальной выплаты и выдаче сертификата в полномоченных правительством Республики Калмыкия орган исполнительной власти в сфере опеки и подключительства в отношении несовершеннолетних. Представленным проектом закона предлагается продлить период подачи заявлений до 1 июля текущего года, что позволит увеличить срок для реализации возможностей лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без пообщения родителей, достигших возраста 23 лет, обратиться в уполномоченный орган с целью получения единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения на основании жилищного сертификата. Ожидаемая численность лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без пообщения родителей, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, достигших возраста 23 лет, в среднем составит 79 человек в год. Учитывая количество в январе и феврале праздничных дней, считаем, что принятый законом Республики Калмыкия 26 декабря 2012 года за номер 41 о дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без пообщения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без пообщения родителей в Республике Калмыкия, срок до 1 марта текущего года может значительно сократить количество граждан, воспользовавшихся правом для получения данной социальной выплаты. Таким образом, принятие законопроекта о продлении срока подачи заявления для получения социальной выплаты будет способствовать повышению государственных гарантий защиты жилищных прав лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без пообщения родителей в части их обеспечения жильем. Справочное могу сказать, что в Республике Калмыкия подсостояние на 1 декабря 2021 года в списке детей-сирот и детей, оставшихся без пообщения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без пообщения родителей, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без пообщения родителей и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилым помещениям, состоит 571 человек. Из них до 18 лет – 107, а от 18 до 23 – 216 человек, достигли 23 лет – 248 человек. Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на получение жилого помещения возникло и не реализовано до 1 декабря 2021 года, составляет 464 человека. За 11 месяцев 2021 года обеспечено жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 12 граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Доклад закончен, у меня все. Булган Борисовна, спасибо вам большое. У вас дебют сегодня в парламенте. Пожалуйста, вопросы к Булгану Борисовне. Я уточняю все. Пожалуйста, Макс. Булган Борисовна, ну что позволит увеличить количество вставших на очередь, а в части вот обеспечения жильем? Как ситуация, Кассирот? Еще раз, ибо ясно. Вот вставили на учет, да, то есть мы продлеваем срок подачи заявления для Кассирот, которые достигли возраста 23 лет. А в части вот динамики по обеспечению жильем у вас правительством и уполномоченным органам отработана система обеспечения жильем, условно говоря, в 22-м году. Это было 26 человек. На 2022 год, к сожалению, я сейчас не могу вам ответить. Ну, наверное, это увеличится. Но уже здесь мы будем прокомментировать. Уважаемые коллеги, если вопрос есть и вы считаете, что мы на все смогли ответить, а Кассирот Александрович, вы можете ответить, да? Да, да, позвольте на 22-м году. Да, у нас, получается, на 22-й год у нас, смотри, на 184 миллиона, на 23-й – 170, и на 24-й – 172 миллиона. То есть, если брать трехлетку, то это более 420 миллионов рублей. Здесь я хотел бы сказать, что у нас в этом году принята программа лекаря этой проблемы, задолженность по обеспечению. И срок, если этой программы 22-го, ну, даже с текущего года по 25-й год, то в течение этого срока мы должны обеспечить жильем детей-сирот, которые сейчас у нас находятся в очереди. И для этого мы завозили полный бюджет. Будет, проверка, это происходить двумя. Косковская первая – это как архитекты, специджил фонд, и вторая – это вот у нас законодательство принято, это позволяет нам удавать сертификаты. И здесь у нас, получается, два есть полномочных органов – не много науки и не сроки. А, честно говоря, но в цифрах вы сказали, я понимаю, если вы считаете, что полный объем средств предусмотрен, значит, процесс обеспечения жильем либо будущих сертификатов в 2022 году будет реализован в полном объеме, да? Да, в рамках этих средств, которые я сказал, 184 миллиона – это 2022 год, и в рамках этих средств будет вестись работа по обеспечению жильем. То есть конкретно вы не можете сказать, что у нас столько квартир и столько сертификатов абсолютно? Не, пока так я не смогу сказать. Всем пока, спасибо. Есть ли больше ответов? Пожалуйста. У меня небольшой комментарий к этому вопросу. Я думаю, что дело тронется с ментой точки, да, почему-то, потому что в первую очередь отказались от строительства жилья, там, почти по 3 миллионов за квартиру. И приобретение, то есть вылечить сертификат существенно облегчит приобретение жилья для сирот. Почему? Потому что я знаю, что и квартиру купить практически невозможно, очень, есть большие сложности с этим. Ну, а строительство уже будет заговорить. Так что я думаю, что это вылечить сертификатом существенно тронет это дело с ментой точки. Спасибо. Мнение ваше тоже услышано. Так, уважаемые коллеги, мы готовы к голосованию? Мнение комитета, пожалуйста, прошу озвучить. Уважаемые коллеги, поскольку законопроект предполагает нести только одно изменение, то есть с точки зрения сроку подачи заявлений, то есть если в данном законопроекте заявление можно было подать только до 1 марта, теперь с учетом изменения можно подать заявление до 1 месяца следующего года. И с этим комитет все рекомендует второму праву принять данный законопроект с учетом следующего замечания. Наименование законопроекта словам Б-закон, заменить словами Б-статью 2.1 данного закона. Прошу проголосовать. Решение комитета озвучено, уважаемые коллеги, вот с учетом решения комитета прошу определиться с голосованием. Кто за? 24. Спасибо. Уважаемые коллеги, спасибо, Анна Борисовна, хорошие работы, одну минутку выгоняемся. Я отлично поздравлял, хочу от имени коллег, с которыми вы работали, долгое время поздравить. Непростая ноша у вас, вы имеете желание работать, а коли имеете желание, мы готовы будем вас поддерживать. Уважаемые коллеги, проект закона рассматривается внесение изменений в ингредиент нас в вопрос. Статью 4 закона о мерах социальных поддержек реабилитированных жертв политических репрессий. Уважаемый Анатолий Васильевич, уважаемые коллеги, мы встретили изменения в статью 4, уже ранее принятого закона, закона о мерах социальной поддержки реабилитированных жертв политических репрессий. По сути, заключается следующее, что в соответствии с действующим законодательством право получения бесплатной юридической помощи имеют право получить в части только в вопросах, касающихся реабилитации. А в соответствии с внесёнными изменениями или предлагаемыми сегодняшним изменениям, право предоставляется нашим гражданам получать бесплатную юридическую помощь по всем интересующимся вопросам. Все. В связи с этим, уважаемые коллеги, по данной инициативе, данным изменениям, статью, получим неположительное заключение администрации правительства республики, прокуратура республики Калмыкия, замечание правового характера по проекту не имеется. Далее, министерство юстиции по проекту замечания правового характера не имеется. И федеральная палаца адвокатов, а также предложение замечания данного закона не имеется. В связи с этим, коллеги, предлагаем мы на комитете рассмотреть и предлагаем внести рекомендарного права данный законопроект. Уважаемые коллеги, все-таки мы затронули с вами основную тему, которая касается палмыцкого народа. Это очень тратическая дата и в преддверии 28 декабря, день памяти и скорби. Помимо таких организационных моментов, хотелось бы увидеть и расширение дополнительных регионалов, выплат категории граждан, которые пострадали в этот период. И я думаю, что обращаясь в правительство республики Калмыкия, которое сегодня здесь присутствует, необходимо все-таки вопрос проработать и дальше совершенствовать. Спасибо. 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 Я думаю, правительство нас уже. Значит, царь правительства говорит, да. Значит, уважаемые коллеги, это очень важная семья в обществе наше очень важная. Значит, давайте тогда решение комитета озвучено. Кто за? 24. Спасибо, коллеги. Спасибо комитету. Мы продолжаем нашу работу. Просматривается 20-й вопрос. Закон о республике Калмыкия изменим в отдельные законодательные акты. Вносится комитетом Народного Урала по вопросам законодательства законности, государственного строительства и местностного управления. Уважаемые коллеги, данный законопроект разработан за целью проведения республиканского законодательства в соответствии с федеральным. Статья 2 закона республики Калмыкия о порядке обеспечивания иступления силы закона РК и постановления Народного Урала и статьей 13 закона Республики Калмыкия о Народном Урале установлено, что глава республики в течение 14 дней со дня поступления закона Республики Калмыкия обнародует и удостоверил обнародование закона РК путем его подписания, либо отклоняет закон Республики Калмыкия. Федеральным конституционным законом от 9 ноября 2020 года номер 5 по внесению изменения в Федеральный конституционный закон о Конституционном суде Российской Федерации установлено, что президент Российской Федерации правильно правит в Конституционный суд Российской Федерации запрос о проверке Конституционного сезакона субъекта Российской Федерации до их обнародования высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации. В этой связи с законопроектом предлагается дополнить часть 2 статьи 2 закона РК о порядке опубликования и вступления всего Законного Республики Калмыки и постановление Народного Управа, а также часть 2 статьи 13 закона Республики Калмыки о Народном Управе в соответствующем положении. Все, спасибо. Отзывы от прокуратуры, от Управления юстиции, от главы, они положительные беззамечания. Уважаемые коллеги, решение комитета озвучено. Хочу вызвать голосование. Кто за? Спасибо, уважаемые коллеги. Мы продолжаем нашу работу. Рассматривается проект постановления Народного Управа парламента Республики о досрочном освобождении Паджиева и Елены Васильевны от обязанности избирательной комиссии Республики Калмыки с правом решающего голоса. Вносится комитетом Народного Управа по вопросам законодательства, законности, которые в том числе и местном освобождении. Докладываем Михаил Николаевич Матулов. Ваше внимание, представляется проект постановления Народного Управа Республики Калмыки по досрочному освобождению Паджиева и Елены Васильевны от обязанности члена избирательной комиссии Республики Калмыки с правом решающего голоса. Полномочия Паджиева и Елена Васильевна, член избирательной комиссии РК с правом решающего голоса, прекращаются на основании личного заявления в соответствии с пунктом А, пунктом 6, статьи 29 Федерального закона об основной гарантии избирательной права и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Прошу рассмотреть данный законопроект и принять его. Заявление здесь имеется. Возвращение к обитету озвучено. Если не возникли вопросы, прошу прорваться. Спасибо, уважаемые коллеги. Мы продолжаем нашу работу. На смысле проект постановления Народного Управа Республики об изменениях в составе депутатской практики Калмыкинского регионального отделения Всероссийской политической партии Единая Россия. Вновься мандатной комиссии Народного Управа, представитель мандатной комиссии в районе Республики Калмыкин. Уважаемые коллеги, приглашенные, в связи с засрочным принятием разрешения полномочий депутата Народного Управа в парламенте Республики Калмыкия, Ангиры Буланов и Борисовны, избирательная комиссия Республики Калмыкия передала вакансный депутатский мандат к другому зарегистрированному кандидату. Из его республиканского списка кандидатов в составе, который был избранный депутат Народного Управа в парламенте Республики Калмыкия, чьи полномочия предвещены для срочных. Данным депутатным кандидатом является Судьякова Ольга Владимировна. В соответствии со статьи 18-го регламента Народного Управа в парламенте Республики Калмыкия, предлагаю внести на рассмотрение и заседание Народного Управа в парламенте Республики Калмыкия проект постановления Народного Управа в парламенте Республики Калмыкия от изменения в составе депутатской фракции Калмыцкого регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», исключив в составе фракции Ангиры Буланов и Борисовны, включил Судьякову Ольгу Владимировну. Уважаемые коллеги, прошу вас принять данное решение комиссии. Уважаемые коллеги, решение мандатной комиссии облашено. Если не возникло вопрос, то прошу голосовать. Кто за? Регламентные вопросы, мы их обязательно попустили. Уважаемые коллеги, следующий вопрос номер 23. Просмотрится проект постановления Народного Управа в парламенте Республики об изменении в составе Комитета Народного Управа по образованию, здравоохранению, культуре, молодежной политики, социальной политики, но и сопредседателем Бадмака Тиновичу поручено доложить. Уважаемые коллеги, в связи с признанием полномочия депутата Народного Управа в парламенте Республики Геометрического Созыва по Федерику Ольги Владимировны и в связи с переходом Булгану Борисовны на руководящий двор на свободном власти, уважаемые коллеги, предлагает комитет исключить лангеру Булган Борисовны, числа членов комитета, и исключить Ильичкову Ольгу Владимировну в состав Комитета Народного Управа по образованию, здравоохранению, культуре, молодежной политики, специальной защите искусства. Прошу поддержать уже мои коллеги гамма. Решение комитета озвучено, уважаемые коллеги. Прошу выразить свои отношения. Уважаемые коллеги, кто за? За три. Кто против? Евгений, я вышел. А? Вышел. Ровен. Значит, спасибо, уважаемые коллеги, постановление принимается. Просмотреться следующий вопрос. Проект постановления Народного Урала об удвеждении сметы расходов Народного Урала парламента республики на 22-й год и на плавный период 22-23-23-24. Ну, на 22-й смета удвеждается и животное, исходя из бюджета. Поэтому, пожалуйста. Кемия Владимировна, начальник финансово-хозяйственного дела. Михаил Владимирович, да. Уважаемые предприятия, уважаемые предприятия, Ближе к микрофону. Народного Урала об удвеждении сметы расходов Народного Урала парламента республики на 22-й год и на плавный период 2023-2024 годов. Расходы на функционирование законодательных органов соотношенной власти на 2022 год, предусмотренные проектом закона о республиканском бюджете на 2022 год и на плавный период 2023-24 годов. В объеме 55 миллионов 375 тысяч 800 рублей, в том числе расходы на обеспечение деятелей всем оправданных федераций и их помощников, субъектов, в объеме 1 миллион 242 тысячи субъектов. Основная статья расходов для заработной платы, начисления на заработную плату, которая составила 55% от тех расходов, в абсолютном значении по 28 миллионов не по 24 тысячи, в том числе по поведению федераций 1 миллион 124 тысячи. И 45% составляет срочные расходы на обеспечение рекомендованных органов, в связи, налоги, приобретение постановок и так далее. Также в 2022 году планируется модернизация большого зала на родном федерации в объеме 9 миллионов 485 тысяч рублей. Необходимо отметить, что основные расходы на 2022 год остались налогами в прошлый год. Спасибо. Боже мой, коллеги, вопросы есть? Пожалуйста. Мы, кстати, в этом году с вами частично получим кресло до конца года. Частично получим? Нет, частично получим модернизацию зала, Денис Григорьевич. Частично получим кресло, получим какое-то оборудование. Но основной конгресс-центр, который будет выведен на новый монитор каждому депутату и так далее, мы планируем на следующий год. Поэтому расходы рубля-рубль, как в прошлом году по основным статьям расходов, ну 9 миллионов, чем-то там, это ваше предложение по модернизации зала. Мы и отключим. Ничего личного. Уважаемые коллеги, если нет вопросов, то прошу определиться к голосованию. А, комитет решения. Комитет Народного права Парламента Республики Калмунки по бюджету экономической политики основная сессу. Рассмотрел проект постановления Народного права Парламента Республики Калмунки по подтверждению сместных рассылок Народного права Парламента Республики Калмунки на 22-й и главный период 23-24-й. Республики Калмунки рекомендовать Народного права Парламента Республики Калмунки рассмотреть данный проект постановления. Уважаемые коллеги, проект предложен, комитет рассмотрел, прошу определиться по голосованию. Кто за? Уважаемые коллеги, ну вот я увидел, прошу, все мы люди, всякое бывает, ну предупреждайте. Я же председатель, ориентирую, кто выходит, кто заходит. Ну, значит, уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу работу. Рассматривается 25-й вопрос повестки дня, а в отзывах на проекте федерального закона относится председателем. Как вас поручили, надо учитывать, доложить, председатель народного права, Сергей Александрович. Пожалуйста. Уважаемый председатель, уважаемые депутаты, представляю вашему вниманию проект постановления, обозреваемых на проекте федеральных законов. Представленным проектом постановления народного хурова, с учетом решения профильных комитетов народного хурова, предлагается рассмотреть 76 проектов федеральных законов, из них поддержать 57, 9 не поддержать. На основании изложенного прошу утвердить указанный проект постановления. Спасибо. По данному вопросу есть какие-то замечания? Нет. Уважаемые коллеги, прошу подготовиться к голосованию по вопросу номер 25. Кто за? Вот и Воронин. 24. Нет, Воронин зашел. 24. 24. Мы продолжаем нашу работу, принимаются. Спасибо, коллеги. Уважаемый Антон Васильевич, уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные, на заседание нашего комитета. Рассмотрен был вопрос в части отзыва на проект федерального закона за номером 173-57-28 о внесении изменения в федеральный закон о санитарно-пределительской базе федерального заполученности явления. Значит, была организована открытая площадка, приняли участие представители общественных организаций, приняли участие представители других партий, будут приглашены полномочным по правам человека, планы санитарного врача, первые заместители Министерства здравоохранения, депутаты нашего комитета, где рассмотрели, обсудили, будет обменялись мнением по данному отзыву на данный проект федерального закона. Скажите, если вкратце или более конкретнее сказать, то данным законопроектом предлагается установить перечень мероприятий объектов, а также порядок допуска граждан на эти объекты с учетом наличия медицинской документации. Документы, подтверждающие наличие профилактической прививки, выставлены новые коронавирусные инфекции, медицинских противопоказаний, проведение профилактических прививки или перенесенного заболевания инфекции, а также документы, удостоверяющие их личности. Коллеги, отдельно данным законопроектом предлагается установить порядок, порядок посещения мероприятий объектов, при отсутствии у граждан, за исключением военнослужащих и правительственных лиц, соответствующих медицинской документации, которая будет определяться органами исполнительной власти, субъекта Российской Федерации самостоятельно. Предлагаемым законопроектом изменения направлены на урегулирование порядка предоставления граждан на услуг в случае распространения новой коронавирусной инфекции, а также порядка уведомления физических лиц о результатах исследования на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции в целях предупреждения распространения данной инфекции на территории Российской Федерации. Данный вопрос обсуждался. В итоге оставили принято решение, комитет принято решение внести и рекомендовать Народному Уралу принять проект постановления Народного Урала в парламенте в городской области, в том числе, в Калмыкии, обозрение на проект федерального закона по внесению изменения в федеральный закон о санитарном и тематическом трудополучии населения. Решение комитета принято и в связи с этим мы вносим для рассмотрения и просим, уважаемые коллеги, вас принадлежать. Хорошо, уважаемый коллеги, я думаю, в любом случае будет дискуссия по этому вопросу, потому что мы предварительно получили очень много и писем за, и писем против. Разные суждения, мы разные люди, разные отношения. Но для нас тоже важно на комитете, мы и здесь присутствуем, и сам врач, и врач, министр здравоохранения. Поэтому, если вот что-то обсуждение, я им буквально позволю дать по три минуты, а потом по обсуждению. Пожалуйста, кто с вас первый? Сам врач, пожалуйста. Добрый день, уважаемый коллеги. Жанн Юрий Николаевич, там слышно? На трибуну, на трибуну. Пойдите. Жанн Юрий Николаевич, ему право предоставлено. Пошел в протоколе. Слово предоставляется руководитель Роспотребнадзора по Республике Волгопия, Жанн Юрий Николаевич. Пожалуйста, Жанн Юрий Николаевич. Добрый день, уважаемые депутаты, приглашенные. Этот закон был, в первую очередь, внесен на рассмотрение в целях защитить вакцинированных, ответственных людей на сегодняшний день, можно сказать, призвол мыслящих вакцинированных людей от невакцинированных. Это основная задача. На сегодняшний день мы приближаемся к той отметке коллективному иммунитету, когда мы наберем достаточное количество вакцинированных людей, в том числе и переболевших, и мы можем перейти на нормальное существование, когда защищенный человек может жить более-менее свободной жизнью, когда ковида. Это и посещение каких-то объектов, это и путешествия и так далее. И этот закон, он как раз и защищает в первую очередь большинство. Действительно, что не все граждане имеют портал госуслуг, доступ. Я сказал, выступят эти два наших товарища, потом выступление. Остановись тогда. Пожалуйста, министр. Не, у меня уточняющий можно. А, уточняющий можно. Если вопрос, давай. А с ладостью. Вопрос давай. Я просто уточняю, скажите, а какое количество вакцинированных у нас в республике от основного населения? Сколько процентов? Я почему задаю этот вопрос? Да. На этот вопрос более подробно, я думаю, Юрий Викторович ответит. Ну, по данным, на понедельник у нас было привито 123 тысячи хотя бы первым компонентом. Это первым компонентом? Это первым компонентом. То есть? Плюс переболевших. Плюс переболевших. Только официальная статистика больше 33 тысяч. Это можно прибавить. Детей не считаем, да. Это вопрос? Понятно. Можно тогда? Хорошо. Вопрос, пожалуйста. Вот теперь, пожалуйста, вопрос. Жанна Николаевич, тогда вопрос, да. Смотрите, вы в рамках даже вот действующего указа, что главы республики и до этого были, так называют, ограничения у бизнеса, рейды делаются исключительно в городе Эльста по вот этим ограничительным мерам и исключительно только по ресторанам, кафе и магазинам. Правильно, Италия? К сожалению, это не относится к моей компетенции. Эти контрольные группы, это вот как министерство и ведомство. А сотрудники Роспобеднадзора не ходят в составе этой группы? Только иногда в виде консультантов зовут, а так нет. По-моему, системы нет. По-моему, постоянно практически. Ваши сотрудники, пускай даже в ваших компетенциях, то что ваши сотрудники ездят по районам, по дорожным кафе, по районным магазинам, то бишь нигде не по Лаганине, по городе Ебускоу, да не числится. Это только по Листине? Ну, да, вы правы, потому что у тех министерств и ведомств, которые сделаны эти контрольные группы, если я не ошибаюсь, их 9, у них нету своих филиалов и районов кроме финансово-бюджетного контроля. Хорошо, вы в состав входите антиковидного штата? Вы же там слышите обсуждение, то, что где, каким образом, соответственно, проверять. На данный момент, ну, вы же слышите там обсуждение, я так понимаю, где и как контролировать. Я имею в виду то, что после того, как это будет введено, в чьих видениях будет проводить контроль. Потому что, я так понимаю, это прям целая служба должна быть. У нас порядка 9 тысяч субъектов МСП. Ну, дело в том, что, почему вообще этот закон о спустили на регионы для обсуждения, как раз вот это ответ на ваш вопрос, это совместная компетенция субъекта и федерального центра. Но я надеюсь, что это будет некомпетенция для воспоминания. Надо понимать, что это рамочный закон будет. Значит, все тогда, если больше вопросов нет, а есть вопрос. А как вы назвали, еще раз повторите, вот вакцинированные это такие-то, невакцинированные такие? В плане передачи разбудительных? Нет, в начале вакцинированных. Защитить вакцинированных, каким вакцинированным? Нет, вакцинированным вы дали какое-то определение, неблагонадежные или что-то. Трезвомыслящие. А, трезвомыслящие, да? А невакцинирование нет, резвомыслящие, соответственно, да? Может быть, да. Или благонадежные или неблагонадежные, как-то вы выразились. А как вы вообще относитесь к тому, что президент нашей страны несколько раз сказал, что вакцинация – дело добровольное? Вы его к какой категории относитесь? Диссонанс, конечно. Что-то вообще разделение людей на благонадежных, неблагонадежных или благоразумных на неблагоразумных. Особенно человек должен защитить вакцинированное большинство от невакцинированного врача. И как врач, как врач по профилактической медицине, я считаю, что если у человека нету медицинских отводов каких-то более серьезных причин, не вакцинироваться в данном случае при коронавирусной инфекции. А человек вообще имеет право отказаться от вакцинации, как Владимир Владимирович сказал? Имеет право, да? И так, чтобы его не назвали нетрезвым мыслящим. Нет, может, что самолет могут не пустить? Нет. Нет, это другое дело. Мы же поймите текущий момент. Это же, нам же, мы привыкли жить с гриппом, мы привыкли жить с другими какими-то инфекциями, где какая-то несущественная часть, которая не проявляется, не мешает жить и работать. Но в текущий момент, да, коронавирус, он влияет же на все, на социальную жизнь, на экономическую жизнь. И для того, чтобы вернуться хоть в какие-то рамки духовительной жизни, нам нужно достигнуть коллективного иммунитета. Из-за того, что у нас все-таки большая прослойка неиммунных лиц, мы не можем полноценно жить. Нам приходится постоянно ограничения быть. Поэтому, если мы в большинстве случаев, ну, большинству общества, в большинстве придется, какая-то часть, конечно, переболеет и так далее. Все понятно. Но, нет, если я, если, допустим, я вакцинированный, да, ну, это меня не спасает от последующих заболеваний, да, или там смерти, да, ну, смысл тогда в этой вакцинации. Да кто сказал? Сегодня статистика другая. В начале, когда там Свердловские врачи дали 12%, да, что вакцинированный второй раз заболевает. Питер потом дал более высокие цифры. И еще один субъект дал до 40% людей, которые по тяжести тоже, и процент смертей тоже самое. Звучало? Зачем это академик один из светил, эпидемиологов сказал? Да. Также Германия, там, да, и Великобритания, которые, в принципе, привезли в достаточно большом объеме. Да, они сейчас полухают и болеют, но если посмотреть цифры госпитализации или танец, они гораздо меньше. Хорошо, спасибо, Анатольевич. Давайте, Сергей, пожалуйста. У меня два вопроса. В одном блоке, давайте. Да, хотел бы поблагодарить Джану Анатольевичу за активное участие, во-первых, в комитете. Достаточно подробно объективную информацию нам донесли, что нам помогло сформировать свою точку зрения. У меня два вопроса. Первое. На территории Российской Федерации будут ли сертифицированы вакцины других государств? И второе. Есть ли у нас случаи предъявления так называемых поддельных QR-кодов и какие меры ответственности предусмотрены в случае предъявления такого кода? Спасибо. Пожалуйста. Если позволите, я с последним еще. В Калмыкии нет таких дел. В целом у России двухнедельной давности свыше 500 дел возбуждено уголовных по поведению кулактора. Что касается иностранных государств, к сожалению, принимая компетенции, это больше уровень национальной безопасности, даже уже с политическим контекстом. То есть, если бы не станет наш, то, скорее всего, мы должны защитить наш рынок, наших производителей от других производителей. Ну, это не компетенция, действительно, это видно сюда. И контролировать, да, сказал бы, заведующий. Нет, но мы же, мы хотим задать вопросы с целью прояснить для себя, да, потому что в эфире звучат разные мнения, а каждому человеку надо же определиться. Я думаю, что я задаю вопросы от, как говорится, ну, от имени всего населения, да, все не в недоумении. Да, первоначально мы понимали, что надо вакцинироваться, это спасает, потом выясняется, что не спасает, а тогда зачем вакцинироваться? Ну, и вот брожение идет в головах. В какой-то части населения, да, да. Ну, не в какой-то, значительные, но поэтому это просто люди официально не могут сказать. Владимир Николаевич, пока вы на трибуне, вопрос, скажите по омикрону, да, новому штану, вакцину будет помогать или будет новая вакцина? Ваше компетентное мнение. На сегодняшний день тяжело сказать, потому что идет противоречивая информация самой Юно-Африканской Республики. Это связано с тем, что на сегодняшний день ЮАР прогнозирует рубитки свыше 4 миллиардов для своей туристической отрасли и других. И поэтому те данные, которые идут из ЮАР, они явно скорректированы в пользу этой политики. Скорее всего, мы будем понимать, что это за штамм омикрон по заболеваемости в европейском регионе. Что касается, когда нам скажут, я думаю, это будет в ближайшей неделе, на сегодняшний день многие научные институты работают сейчас с сыворотками больных и вакцинированы, чтобы понять эффективность существующих вакцин. Но авторы вакцины Мадерна и еще отдельные авторы уже говорят, что можно смело говорить о том, что вакцина будет чуть-чуть ниже эффективность, но насколько это будет в ближайшей неделе сказано. Что касается таких конкретных, мы можем сказать, что он заразен в разы, потому что уже есть печальный опыт завоза в России, когда из 25 человек, летящих в самолете, заболело, если я не ошибаюсь, на втором, уже 15 было больных и 25. Это явно говорит о том, что он в разы заразен, чем дельта. Отвечая на вопрос Набсан Викторовича, действительно, просто вирус меняется, он же тоже символизирует, если, например, вакцины и другие более эффективные в пределах 93-97% в зависимости от возраста, то с появлением каждого штамма, итальянского штамма, дельта утеряет свои свойства. И мы вот как раз и с ужасом ожидаем, не дай бог, я не буду действовать в отношении микроны. Поэтому вот эта борьба человеком и вирусом, он будет предложен. Ну да, информация такая. Коллективное бессилие будет тогда, а не иммунитет. Пока надо засилие, а не бессилие. Вирус мутирует, это признают все специалисты, да, там, и я говорю о специалистах именно, не дилетантах, как я. Поэтому вирус мутирует, а тогда в чем спасение? Он когда появился, он был... Получить 30 видов вакцин, что ли, человеку, и не вышить вообще от вакцины? Это легче, чем ничего. От слома иммунитета вообще? Ну, все-таки, да, вы правы, там разные варианты, кто для того, что у нас будет 4 каждые 3 месяца вакцинировать. Ой. Это раз, да. А какой организм выдержит? Возвращаясь к у вас, кудам, этот вирус уникален тем, что закон эпидемиологии больной заранее, когда появляются клинические симптомы. А этот вирус предсимптоматической передачи. На вид здорового человека он уже является переносчиком инфекции. Плюс аэрозольный механизм передачи. Это вот самое главное, по основным свойствам. А еще вопросы как вы видите, чтобы не было... Жанин Николаевич, а какая вообще статистика, ну, хотя бы пускай по России, уже не берем, там, калмыки, во-первых, те, которые вакцинированы, какая у них, ну, как они, знаешь, заражаются, да, вы говорите, что они говорили. Ну, во-первых, заражаемость вот этих вакцинированных и какая смертность от этих заражаемых. Я-то сам вообще не против, я наоборот взял вакцину, я тебе свою супругу и маму свою уговорил, просто я сам перебарил, пока еще не время. Но сколько раз вот задают, да, вопрос, то, что нам выходят, говорят, там, политики, я не знаю, актеры или еще кто-то, что надо прививаться. Почему не проводится, ну, я не знаю, может, как раз вот по линии вашей, там, не знаю, там, какие-то консилиумы, где сидят ученые, отвечают вот на такие вопросы, да, как вот сейчас вот мы задаем. И тогда, конечно, у граждан и не было бы вот таких вопросов, когда они уже доморощены, уже врачами становятся, уже знают, как от этого лечиться, какими там лекарствами, еще что-то. То есть процент. Да, во-первых, по статистике и проводятся ли какие-то консилиумы, хотя бы по вашей линии, вот санитарных там врачей. А, понятно, спасибо. Пожалуйста. Ну, вы правы, единых цифр, единого консолидированного мнения на сегодняшний день нету, потому что те противоречивые цифры, которые прыгающие от региона к региону, они озвучены не научным сообществам. На сегодняшний день я понял, что довольно-таки мало времени говорить о том, что вакцина эффективна, насколько болеют вакцинированы, потому что классическое мирное время занималось до семи лет. На сегодняшний день серьезные ученые, эксперты, они просто боятся попасть пальцем в небо, и они не видят, не хватает статистических данных, информация по разрозненным очень много зависит от региона к региону, от возрастов, от какой вакциной прививались. Ну, очень много таких нюансов экспертных, поэтому на сегодняшний день эксперты раздерживаются об этом, потому что мало статистических данных. А так, вы правы, конечно, разноречивая информация. Я думаю, Юрий Викторович сможет ответить на этот вопрос на примере Калмузи. По статистике? По статистике, по текущей ситуации. Но, опять же, текущая ситуация, это не говорит о том, что это научно подтвержденный репрезентативная выборка и рандомизированные исследования, потому что этим должны заниматься определенные институты, целые коллективы. На сегодняшний день, как будто единого мнения об этом нет. Отдельные публикации делают Аргентина и Израиль на сегодняшний день. У них довольно-таки большие выборки, но их тяжело как бы соотнести к российской региону и именно к российской вакцине. Ну вот, я к чему как раз таки хочу сказать, что вот научный свет, да, боится, что, как вы сейчас с вами сказали, боится взять на себя ответственность и дать конкретную оценку, что да, вакцина работает, да, именно эта вакцина работает, да, ну, что вообще вакцина это что такое? Вакцина это защита от того, чтобы заболеть. А не так то, чтобы там, как-то, не знаю, там, перенести, но на грани КТ-3, да, хорошо. Не, имеется в виду вообще, вот, а мы сейчас, грубо говоря, берем на себя ответственность, мы-то не говорим, что против вакцины. Я помню, что с вами согласен, там, то, что, там, с точки зрения права опушения, конечно, да, ну, особенно ту зону риска, на которую, конечно, мы должны, наверное, вакцинироваться. Но это право гражданина, это конституционное право. А здесь мы сейчас берем для себя политики. На ученый свет, смотрите, не берет на себя ответственность, давая это цену. А мы сейчас сбрасываем это все на, там, не знаю, там, на актеров, там, на каких-то популярных людей, там, на политиков. Сейчас вот именно мы, непосредственно, в этом зависит. Если бы все общество сказало свои слова? Нет, 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 нет. Все же Ангар Николаевич заговорил, то, что научный свет не берет на себя ответственность. Сказать именно, что конкретно, допустим, если бы было бы конкретного разрешения научного консилиума с учетом предвлечения европейских врачей, там, еще что-нибудь. И было сказано, что, допустим, мы... Это уже рассуждение. Это мы даем к тому, о чем стало на цели. Дилетантский в этом вопросе. Спасибо. Дилетантский, вот вы понимаете, да, Джангар Николаевич, вот на сегодня вы берете вообще на себя огромную ответственность, да, делая те или иные заявления, потому что граждане ориентируются все-таки на должностных лиц, на их мнение, на ответственных лиц, и завтра к чему это приведет, непонятно. Я понимаю только несколько таких основных вещей, да, что действительно, вот вы правильно сказали, все специалисты говорят, что вакцина, для того, чтобы ее испытать и утвердить, в конце концов, нужно 6-7 лет, не меньше. Что за спешка вот такая происходит? И в этой спешке люди в страхе сегодня людей напугали до такой степени, что они готовы колоться чем угодно. Чем угодно. Даже ведь препаратами колются. Хорошо. Спасибо. Мнение ваше понятно. Давайте мы его... Нам министр сейчас пояснит, те вопросы, которые сейчас планируется задать, он пояснит. Он пройдет статистику нашу, вот 702, 703 свидетельства о смерти, это тоже статистика. И в этой статистике тоже все видно. Вот единственный последний вопрос. Нет, у меня такой немного чуточный вопрос. Жанна Николаевич, вот, с окончанием буквы в латинском алфавите, какая вероятность, что штамма закончится? Или, наверное, другие такие триганы? По второму столу, вот, это два, это два, это три. Спасибо. Присаживайтесь. Спасибо вам, Жанна Николаевна, большое. Мы, Юрий Викторович, давайте слово. Вот тут, по республике, реально, раскладка силы, ситуация конкретная. Ну, 703, это беда. Я не знаю, кто терял в ростниках, вы видите тут сиящие? Я терял. Я знаю, если мне завтра скажут пить что-то, я буду пить все, что угодно. И колоть все, что угодно. Ну, вы-то не будете. Все, что угодно. Мягкий возраст шею буду. Да ладно. Мы вас знаем. Добрый день, уважаемые депутаты. Как лучше поставили? Ответы на вопросы, Игорь, что? Давай, скажи, сколько смертей, сколько привитых, непривитых. Сразу же был такой вопрос, который тебе переадресовали. 124 тысячи с лишним людей привитых. В среднем прибиваем мы сейчас где-то от 400 до 800 человек в сутки. На сегодняшний день, поэтому с учетом переболевших, и это что-то касается взрослого населения, также мы количество переболевших в УМИ умножаем на 2, потому что многие, особенно в первоначальном штабе, перенесли без симптома. То есть, на мой взгляд, им умная прослойка у республики Калмыкия создана. Классическая эпидемиология подразумевает 60%, должно быть коллектива привиты, чтобы не было пандемии. Я думаю, что мы достигли примерно 80% в связи с тем, что нет. И, на мой взгляд, если вы внимательно следите за графиками, Россия примерно 2 месяца назад вступила в четвертую волну. Ковида самую жесткую, самую тяжелую для страны. Фиксировалось более 40 тысяч заболевших в сутки в регионах, но в Калмыкии четвертая волна не прошла. Мы с октября месяца пошли на спад и до сих пор находимся в нижней точке. И я считаю, что это именно благодаря тому, что у нас небольшое население на большой площади, но все-таки проживающие довольно компактно. То есть, 13 районных центров были листать основную массу населения. И нам раньше других регионов удалось создать иммунную прослойку. И именно благодаря этому мы избежали четвертой волны. Возможно, мы сейчас находимся в такой ситуации, оценивая статистически, отслеживая уровень госпитализации, количество госпитализаций. Мы сейчас находимся в такой стадии, когда это вот уже, наверное, уровень нормальной жизни. То есть, не нормальной, а реальной жизни. И примерно в этих цифрах, при поддержании иммунной прослойки, мы будем находиться до тех пор, пока мировое научное сообщество не создаст хотя бы один лекарственный препарат, способный убивать вирус в организме человека. Когда мы начнем с ним бороться уже эффективно. Не с последствиями воздействия вируса на человека, а именно лекарственный препарат, который будет убивать вирус в организме человека. То, что касается статистики, мы отслеживаем, безусловно, по количеству заболевших от числа привитых и от числа непривитых. Статистика в разное время выглядит довольно по-разному. Я считаю, что это связано все-таки с мутациями вируса. Вирус проходит в мутации гораздо чаще, чем глобально фиксируется дельта-штамп, глобально фиксировался индийский штамп, глобально фиксировался итальянский штамп, которые захватывали огромные площади. То есть это были пандемические штаммы вируса, которые захватывали весь земной шаг. Но я считаю, что мутации вируса происходят, конечно, достаточно быстрее и чаще. Не все эти мутации захватывают земную шаг. Некоторые мутации могут в отдельных регионах. Что мы видим сейчас в японии? Нулевая заболеваемость. Японцы не придумали лекарственного препарата. Японцы не придумали супервакцин. Основное государство с очень жесткими, скажем так, моральными и юридическими законами, то есть там не возникает дискуссий, если говорят, что так поступать нельзя. Если сказали нельзя делать, значит не делается. И все-таки, введя очень жесткие ограничения на выезд из страны, они добились того, что к ним зашел такой штамп, который просто не приводит к летальным исходам. Я думаю, что японский штамп коронавируса, вот это, наверное, естественная природная вакцина в какой-то мере. Я думаю, ну, по крайней мере, надеюсь, что там она и будет сформирована. То же самое относится к данным по омикрону на сегодняшний штамп. По статистике в Калмыкии у нас были ситуации в месяце, когда среди госпитализированных было до 20% вакцинированных больных. Это максимально на пике. Но в реанимации вакцинированных не было и нет. Сейчас у нас в среднем от общего числа госпитализированных больных вакцинированных примерно 12%. Но опять-таки в реанимациях вакцинированных больных нет. Делайте вывод, защищает вакцина или нет. Если говорить об омикроне, то по данным ЮАР, действительно, то, что Джамбер Николаевич озвучивал, вирус быстро заражает, поражает молодых, но молодых как? Он вспыхнул в университете, там, где были только молодые. Через месяц он выйдет на широкие просторы. Вот тогда мы посмотрим, какой будет процент молодых, какой будет процент природы. Сейчас говорить рано. Нет материала, там, миллион заболевших, 10 миллионов заболевших, чтобы провести нормальную статистику. Через месяц вы примерно это узнаете. То, что он высоко заразный, да. Но в то же время ЮАР, да иначе вы, типа, боитесь, он высоко заразный, но там только кашля и температура. Но опять-таки они теряют сейчас на туризме миллиарды долларов. Правду они говорят или просто хотят, чтобы туристы продолжали ехать в ЮАР, но этого пока тоже сказать не нужно. Ну, это вот то, что есть на сегодняшний день, готовы отвечать на вопрос. Уважаемые коллеги, вот не столько же, а рассуждение. Давайте распутение дома оставим с тещей. Вот давайте мы все дела, выступления и вопросы поделим. Чтобы население услышало и мы услышали. Пожалуйста. Да, ну, во-первых, ответом на вопрос не получал, да, по статистике. По, ну, я не говорил по омикрома, потому что штамп, который есть, но вот за этот период, когда началась вакцинация, да, вот такая заражаемость вакцинированная, а вторая какая смертность вакцинированная. Ну, давайте тогда сразу и по другим вопросам, да. У меня, конечно, честно говоря, всегда умеряет, когда наши чиновники начинают приводить пример именно в своей, так сказать, вот именно в пользу пример других стран. Но если мы берем пример других стран, давайте тогда брать полус. Возможно, у них есть возможность не заливаться. Во-вторых, может быть, у них доверие к правительству совсем другое, иначе, чем у нас. Возможно, у них лекарства другие, качество лекарства, контроль за качеством другое. Соответственно, у них и доверие есть. Поэтому у них и дисциплина есть. Поэтому, да, нет, подождите. Вопрос от всего тоже. Но выступление. Это когда это. Потом вопрос, да, возможно ли, возможно ли получше действие вакцин? Там, через 5 лет, там, через, не знаю, там, 10 лет. Может это сейчас кто-нибудь ответит? Или если, вот вы говорите, да, там, пока не заберут хоть одно эффективное лекарство от данного вируса, будет, как бы, эта ситуация сохраняться, и нужна будет эта вакцинация, ограничительные меры. А есть ли на данный момент эффективное лекарство от гриппа? Вот грипп с нами уже давно. От него смертность очень высокая. Причем разные штаммы. Это вопрос, да? Да, конечно. Есть ли эффективное лекарство от гриппа? Есть ли эффективное лекарство от легких, когда болезнь? Не, 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 не. Туберкулез. Туберкулез, да. Есть ли эффективное лекарство от спида? Я пока с трудом понимаю, как это связано с законом о QR-кодах. Ну, хорошо, буду отвечать. Я уже, как я уже сказал, что заболеваемость среди вакцинированных в разные периоды от 20 до 12%. Вакцинированные находятся на больничной конечке. Умерших среди вакцинированных нет. Почему нет? Есть? Ну, он отопсями же человек. Не, ну, мы тоже знаем. У нас... Так, все еще не перевелай. Теперь. Есть ли эффективное лекарство от спида и всего остального? От гриппа? От гриппа? Нет. Стопроцентного нет. Ну, то есть, не факт, что будет от ковида когда-нибудь. Не факт. Все, спасибо. Еще вопросы? Вопросы. Это все рассуждение. Это за побочным действием. Пошла. Ну, это дело в настоящее уточните. Я... Побочные. Уважаемые коллеги. Я вам скажу. Вот я не знаю, что будет через 5 лет. Я не пророк. Уважаемые коллеги. Уже мы переходим... Ну, тогда не надо утверждать, если вы не пророки. Уважаемые коллеги. Можно две реплики. Две реплики и будет короткий. Две реплики буквально короткие. Абсолютно некорректное сравнение с Японией. Как можно Россию сравнить с Японией? В чем? В традициях, в технологиях, в развитии или в чем? Есть предложение. Поэтому на каждый пример, вот я как математик говорю, да? Если делается утверждение, если на него есть исключение, это все. Это вранье. Это неправда. Ложь. Да? Поэтому есть в Швеции, в которой никаких локдаунов, никаких масок, никаких ограничений, рестораны, все открыто, общественные места. 42-ое место по смертности на сегодня. А 42-ое это, как считается, нет смертности. В мире, да? Есть Израиль, в котором все вакцинировались поголовно. Сегодня большое количество смертей. В Израиле огромные проблемы на этот счет. Есть Монголия, которая до февраля не прививалась вообще. Было всего 3 тысячи больных. И сегодня привиты 90, по-моему, 2 с лишним процента. Или 99 даже процента. 99,2. Количество смертей 30 тысяч на сегодня, вот с февраля месяца. При том, что страна разбросанная, не густонаселенная, а проблемы большие. Поэтому, вот сегодня мы просто, люди, теряемся. Мы не можем найти ответа на вопрос. Вы его пригласили. Где? Ну, люди, что говорят нам? Приводят в Японию. Что вы? Для того, чтобы вы были в Японии, для того, чтобы Россию с Японией сравнивали. Ну, хорошо. Ну, что ж за глупости говори. Мы обсуждаем ту ситуацию, которая связана в проекте. Ну, есть и другая реплика. Китай есть. Вот там жестко метр не выйдешь никуда. Со двора. И там тоже ничего нет. Китай, вот взяли в Ухане 10 миллионов человек, обследовали всех поголовных. 300 тысяч бессимптомных нашли, обследовали каждое контактное лицо на эти 300 тысяч и доказали, что от бессимптомных заражения нет. Понятно. Ноль. Ну, обследовали. Такой мощи, как у Китая, сегодня ни у кого нет. Ну, что, опять некорректное сравнение. Все, уважаемые коллеги. Слово для выступления Николая Евгеньевича. Все. Завершаем. Я не понимаю, куда вы все ходите? Мы рассматриваем сегодня вопрос, но мы у нас здесь и находимся. Конечно. Значит, первое. Я хотел бы выступить и объяснить все-таки вчера на комитете. Ни на комитете ни один специалист, ни первый зам, ни, значит, главный санитарный врач не убедили в том, что поддерживают это постановление или нет. Почему? Дело в том, что на сегодняшний день почему-то идет так. Вакцинация, колонизация, значит, куаркады, значит, это одно мнение. Это совершенно не так. Вакцинация – это одно. А куаркадизация, которую сегодня мы закон должны поддержать, это совершенно другое. Здесь больше политики, чем здравоохранение. Кстати, меня, например, в этом поддерживают и специалисты нашей здравоохранения. Это совершенно две разные вещи. Поэтому, в целом, значит, на сегодняшний день, я считаю, по оценке последствий власти, вот принятие этих законов, значит, куаркода, будет даже хуже, чем в отношении пенсионной реформы. Почему? Потому что это вторжение, значит, в личное пространство граждан. Люди могут простить власти все. И фальсификацию выборов, какие-то еще законы. А что касается личного, бытового пространства каждого человека, это вызывает сопротивление. При этом сопротивление может быть в разной форме. И тихая саботаж может быть, и выходы на улицу, а мы это видим на сегодняшний день. Сегодня только Компартия получила, значит, более двух тысяч личных с подписями, значит, против куаркодизации. Не против вакцинации, повторяю. Вы не будете, а то там антиваксеры есть, значит, еще какие-то еще. Поэтому в этой ситуации, считаю, есть общественные организации, которые сегодня выступали и впрямую и просят, значит, приостановить, подчеркиваю, приостановить сегодня. Потому что закон сырой. Сегодня ни специалисты, ни врачи, ни международные, значит, организации не могут четко, ясно сказать. Парик, вообще по вакцинации. А сегодня мы говорим, надо еще куаркоды вводить. В этом же и вот вывод какой. Мы увидим сегодня реальные, глубинные проблемы в нашем обществе. И сегодня, значит, не просто мы. У спикера Государственного Дума Володина 112 тысяч было, значит, подписчиков. Сегодня более 350 тысяч у него ежесекундно идет от него обращение. Это тоже проблема. В этой ситуации, вот, по данным авторитета медицинского журнала «Ланцет», вот всеобщая вакцинация не приводит к снижению болезни. Вообще об этом говорят не только наши эпидемиологии, в том числе, значит, и советского периода. Это и, так скажем, высшая школа, эпидемиологическая школа была при советской времени. Что крайне запрещено во время пандемии, значит, проводить вакцинацию, тотальную вакцинацию. Это выводы сделаны учеными, врачами. Мы вот сегодня говорили, почему мы не рассматриваем опыт азиатских наших стран. Там же, например, придавили, заглушили. В том числе, в Восточной Азии, которую мы сегодня приводили, например, в том числе, значит, Китай. Сегодня, значит, не вакцинировать надо, а лечить сегодня людей, заниматься фармакологией. Сегодня необходимо, значит, дать возможность научным, выделять средства научным того, что не только Гинзбургу, значит, так и одному институту, но и всем. Почему сегодня, значит, я вообще не понимаю, почему сегодня ГРЕС стоит, значит, во главе, значит, этой вакцинации и выделяет туда огромные деньги, но почему-то только одним, так сказать. И почему вообще не консультантство, а сегодня занимается Сбербанк? То есть получается, что в качестве аргумента хочу сказать, что в результате одного исследования, вот влияние масочного режима на детей, оказалось, что на когнитивное свойство детей, значит, так вот, поколение, способность имеется в виду. Вот дети способны, наши дети, в принципе, теряются эти способности, почему? Потому что под маской ребенок не видит мимику, жесты, глаза и все, что человек говорит, понимаете. У него теряются когнитивные способности, развитие когнитивных способностей, это же страшная лесть. А мы сегодня вынуждены дойти и делать. Значит, время для этого у меня есть. Значит, подводяйте, вы скажете, нынешние, я улядываю, нынешние коммерческие ориентированные позиции власти, значит, неэффективно в борьбе с пандемией коронавируса, а решают вопросы только тотального контроля. А почему все бросили на вакцинацию, а не на лечение? Почему? Потому что у нас сегодня здравоохранение не в Калмыкии, я имею в виду, вообще здравоохранение у нас сегодня плохо, очень плохо финансируется. Сегодня у нас в бюджете 2022 года медицину сократили по, значит, сегодня, который будет рассматриваться, значит, бюджет, не у нас, а именно федеральный бюджет, на 240 тысяч. Только под ноль, значит, ление по здравоохранению, а там вывезли из некий, позиций очень много. Первое, я хочу сказать, что необходимо убеждать людей, и это говорю не я, а не мои коллеги, это, говорит, президент Российской Федерации, принудительно вакцинировать нельзя людей. В том числе, значит, и кодирует, или как это называется, кодизацию делать. Почему? Потому что к существующему положению, которое сегодня мы хотим нести и поддержать этот закон, который сегодня предлагает Государственная Дума, в первую очередь, естественно, конечно, партия власти, я считаю, что это неправильная позиция. Мы сегодня должны разобраться, четко, ясно понимать, для чего это делается. К сожалению, ни вчера на комитете, ни сегодня мы, так сказать, не получили на эти котлетки. В связи с этим, я считаю, что поддерживать этот законопроект нельзя. Спасибо. Позиция изложена, Николай Викторович. Пожалуйста, в рамках ведемого времени, и мы завершаем выступление. Да. Я вот тоже, кстати, почему я вот такие вопросы задавал, да, и Замин Николаевич, и Юрий Викторович, что, во-первых, нет ответов на то, что какие будут побочные действия, чтобы вот тут просто брать сейчас на себя, мы как депутаты, и мы понимаем, что это отзыв. Почему Госдума скинула это, соответственно, на регион, чтобы получить одобрение от региона. Но здесь регионы, где депутаты воспринимают это как команду к действию. Все, значит, надо проголосовать. Потому что я не слышу коллег обсуждения, которые сейчас будут руку подгонять за данный законопроект. И здесь вот как полностью согласен с Николай Викторовичем, никто не говорит о том, что против вакцины. Я сам за вакцину, многие за вакцину, за вакцинирование. Но мы против, мы вот здесь, в данном случае, мы как политики должны работать, мы против нарушения основных норм Конституции. Что это значит? Не вакцинирование, это сразу автоматом становятся у нас враги государства. Кто ставит такую печать на них? Они имеют на то право. Мы вгоняем их в рамки. Уже указан главы республики, который действует с 1 декабря, ограничивается и скидывается ответственность на предпринимателей, которые должны нарушать законы Российской Федерации, федеральные законы, Конституцию, ограничивать передвижение граждан. Есть публичный договор, который не разрешает, не оказывает услуги гражданам на основании того, что у него нету QR-код. Глава республики превышал свои должностные полномочия в данном случае, я считаю. По закону давайте, по закону. По закону, Владимир Васильевич. Поэтому я не знаю, вот я хочу, чтобы, конечно, услышать каждого коллега, чтобы он выступился, потому что отзыв, разговоров нет сейчас, здесь, не принимается закон. Это отзыв, на основании которого будет приниматься федеральный закон. Но хочется услышать каждого коллегу, который скажет, да, я считаю, что нужно введение QR-кодов, нужно вовлекать основные законы Конституции во благо того-то, но хотя бы свое видение. Просто, может, они обсуждали также это, там, я не знаю, гражданам. Вот у меня, смотрите, вот подпись граждан, да, обращение. Вот, у Николая Ильича Водика, у нас несколько видеообращений к нам, к депутатам Народного хоро-аккурала, от наших граждан, от граждан республики, которые, я не знаю, автоматом должны стоять, я не знаю, наверное, как врагами нашего государства или что, они против введения QR-кодизации. Они не против вакцинирования, они против именно вакцин. Вот эти обращения поступили именно на Народного хороа. Конечно, я скажу сейчас. Да, и, соответственно, мне хотелось бы услышать, я, по крайней мере, свою позицию говорю. Да, я за вакцинирование, но я против корректизации. Из-за того, что я, опять же, против не того, что это мое сугубо мнение. Во-первых, это норма Конституции, а во-вторых, это мнение граждан. Я хочу услышать коллег, то, чтобы, почему они будут сейчас, потому что мы уже наперед знаем, что 19 за будет. А ослабывайте. Мы ведь, нет, выступление. За пять минут завершу, я сижу за время. Не завершил, давайте будем пикать тогда, чтобы... Ну, я уже пикаю, вонярте, не пикаю. Ну, давайте, вы не пикаете, от начала и до конца. Так, все, с вами. Нет, все, с вами. И вот, не раз, утром, вчера, вчера, да, буквально, в Хакасии, коллеги, депутаты, да, они стали, они проявили свой характер и показали, да. Ну, и вы проявили, спасибо. Нет, и, соответственно, здесь, Андрей Алексеевич, ну, может, не до вас, может быть, других. Я хочу достучаться, да, и, по крайней мере, услышать их мнение. Ни одного, ни двух человек. Родить, да. Да, чтобы, ну, и просто вы понимаете, то, что и так уже, там, рейтинг, не знаю, в Одинной России, да, там, блин, вообще никуда. И сейчас на основании этого опять же... Что, Борисович, в чем здесь Одинная Россия и сегодняшний закон? Ну, мы себе дали возможность выступить и смотрим, вот, что, друзья, здесь, ну, хватит теплой рейтинг-то смешивать. Сергей Александрович, ну, не вам. Выступ, пожалуйста. Не перебивая, что ты? Заткнись. Нет, я сделаю еще замечание. В чем перебивая? Значит, давайте так. Это в рамках моего выступления. Да. В рамках моего выступления. Нет, выступления, я вас прощаю. Просто я вас говорю, я же не на основании куском, я же говорю, вот они, вот, смотрите, живые подписи, это живые подписи, обращения к нам. Я должен промолчать на это обращение? Антолий Васильевич, если вы так скажете, как председатель, да? Нет, я не говорю, что ты логин, ты сказал, я логин. Поэтому я говорю, общественная организация, вы идите к нам. Уважаемые коллеги, я... Все у вас, Росславович? Вот, смотрите, у меня папочка там. У меня есть разные обращения, в том числе приблизительно около 30 обращений противников этого дела. Даже есть такие ультимативные бумаги, требуем от вас. От меня никто ничего не может требовать. И от вас. Могут предлагать, это да. А требовать никто ни от кого от нас не может требовать. Продолжение, да, есть, действительно, около 30 таких обращений. Но есть и другие обращения, значит, их больше. Но для меня, вот я внутренне, для меня вот есть 703 человека, которые в республике по разу, по виновность, я не знаю, там расставлять я не хочу. Но в том числе, я считаю, и невакцинированные люди, которые не получили прививку на нужном этапе, лечение оказалось бесполезным. Лечение оказалось бесполезным. Поэтому, Асану Ильич, ваше мнение услышано. Мнение ваших людей тоже услышано. Все, мы сейчас и завершаем выступление. Да, согласен, и завершаем. Можно мне пару слов сказать? Сейчас, Асану, по две минуты, пожалуйста. Уважаемые коллеги, ну я вообще по сути самого проекта отзыва, да, на проект федерального закона, который нам, в принципе, всем раздали. Речь идет о самом тексте отзыва, где мы с вами практически соглашаемся, что проект федерального закона направлен на создание равного доступа гражданам, мероприятиями и объектом предведения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации ограничительных мероприятий. Ну, Анатолий Васильевич и коллеги соглашаются, да, о том, что президент страны сказал, у нас добровольная вакцинация. Два проекта федеральных законов, которые по предмету совместного ведения, первый поступил, да, это введение QR-кода в общественных местах, он отправлен на согласование законодательного органа субъектов, поскольку имеет посеменно характер на территории Российской Федерации. Прежде чем обозначать данную тему с учетом выступлений моих коллег, которые сказали очень много обращений к гражданам по поводу того, что они не согласны, да, с введением QR-кода в общественных местах, я думаю, что пересообразно, Анатолий Васильевич, нужно было внести хотя бы несколько предложений от законодательного органа Калмыкии, который бы касался не только ограничительных мер, да, что мы все сегодня в унисон говорим, но и принятие компенсационных моментов, таких, например, как если мы, как депутаты народного права, обращаясь и направляя отзыв, мы будем нести предложение, что если глава государства говорит о том, что у нас добровольная вакцинация, давайте предусмотрим меры для того, чтобы население прошло и вакцинировано. Давайте дополнительно дадим один год для досрочного выхода на пенсию. Почему бы это не отразить в проекте, отзыве на проект федерального закона? А сегодня оппозиция председателя Госдумы, поскольку законопроект внесен правительством Российской Федерации, да, такова. Отправлено согласование субъекта, первое чтение он прошло, еще остается второе и третье чтение в Государственной Думе, это конец декабря, февраль, январь, но нас услышат хотя бы на федеральном уровне, если сам в Питере Государственной Думе Вячеслав Викторович говорит о том, что все обращения, которые поступили на его аккаунт, требуют детального обсуждения. Я считаю, что проект федерального закона очень серьезный механизм, отзыв на него должен содержать все-таки предложение депутатов народного права парламента, республики Калмыкия, и по крайней мере при поступлении этого проекта федерального закона необходимо провести публичное служение, чтобы услышать граждан республик и их отношения к сегодняшней ситуации. Спасибо. Насовите, два слова буквально. Десять слов. Я относительно вообще отзыва. По закону мы имеем право вообще не давать отзыв. Это право нашего депутатского корпуса иметь собственное мнение, и, допустим, его даже не высказывать, просто игнорировать этот закон о QR-кодизации. И я думаю, что это будет лучшее решение для нас, потому что мы здесь сидим все, в основном, родители, и у нас есть дети, и от того, какое мы решение примем, это фактически отразится на будущем, потому что QR-код – это вещь очень страшная, на самом деле, потому что в QR-коде кодируется любая информация, которую ты не видишь, но ее туда могут занести. Завтра, говорят, паспорта не будет, будет у тебя личный QR-код. И в этом QR-коде информацию можно менять как угодно. Могут там написать, что ты преступник, что тебя нужно просто застрелить, даже не задавая вопросов и не требуя от тебя ничего. И команда эта будет исполнена. Это далеко. И это не далеко, потому что сегодня электронный мир, сегодня мы имеем вторжение в аккаунты, как его, людей, да, госуслуги. Сегодня даже в госуслугах меняют данные. И это говорит, а с QR-кодом это легко, это даже любой компьютерщик, да, нормальный, он может что угодно записать туда и сделать тебя изгоем. И ты ходишь под номером, и ни имени, ни фамилии не будет значиться. Поэтому сегодня такое решение, оно очень непростое, я считаю. Вроде выглядит это как пустяк, а на самом деле решение очень серьезное. И я думаю, что лучше воздержаться вообще от голосования по этому вопросу и ни отзыв не направлять. Это наше право, еще раз повторяю. Это ваше предложение. Да, мое предложение. И я абсолютно против значит, вакцинации, то есть я за добровольную вакцинацию, но против QR-кодизации. Хорошо. Потому что завтра это наступит очень быстро. Вы вчера, никто не знал, что такое локдаун. А сегодня весь мир знает. Вы говорите, это не скоро. за три месяца научили сидеть заперти людей. За три месяца весь мир научили, а вы говорите, это далеко. Что за глупости такие? Мы договорились, ну, я тоже мнение имею. Мы договорились завершать выступление, я тоже как депутат, как взрослый человек, имею мнение. Есть решение комитета, оно озвучено. Ставлю на голосование. Кто за решение комитета? Надо было на комитете оглашать. Кто за решение комитета? Кто за? Девятнадцать. Кто против? Пять. Кто воздержал? Пять против. Спасибо. Уважаемые коллеги, еще раз вас прошу, приходите на заседание комитета. Вот я, честно говоря, с Кузьминовым мы иногда ругаемся, условно-то, по-другому, но отдать ему должное надо. Он всегда на комитете высказывается. Мне даже это нравится. Он, так сказать, будирует себя и будирует всех. Поэтому, уважаемые коллеги, спасибо. Я иду к разному. Я иду к разному. Пока же я деменции не страдаю. Уважаемые коллеги, мы переходим к вопросу разные. Позвольте мне, ну, если очень, пожалуйста. Значит, уважаемые коллеги, мы к разному. Позвольте мне два слова сказать, ну, так полегла. Значит, завершается сессия в этом году последняя. И мы с вами 21-й год у нас законотворческая норматива, творческая деятельность Народного Курала была выстроена в соответствии с планом работы. Мы с вами провели пять заседаний, на которых рассмотрено 115 постановлений, 51 закон, в том числе 14 законов по инцидиве профильных комитетов, 9 законов внесены главой, 3 закона прокурором, 23 правительством, 1 Леснинским городским собранием, 1 Верховным судом и 4 закона по инцидиве депутатов. Безусловно, основным направлением нашей законотворческой работы является рассмотрение и принятие законов и постановлений. Но, помимо этого, уважаемые коллеги, мы с вами еще работаем с населением, не смотря на пандемию. Я знаю, что все фракции работают, ведут прием по графику, дистанционно ведут, в том числе и партия Единая Россия, КПРФ, они даже не боятся пандемии, ездят по селам, дают график, мы отслеживаем все замечания, которые есть. Мы знаем, что работает и справедливая Россия с населением, правда, данных мы о справедливой России по приему не получаем, но такая работа, я знаю, депутатами ведется и хотелось, чтобы она никогда не прекращалась. Пандемия, есть возможность общаться, как-то условия позволяют в зале, на улице, есть дистанционно, давайте дистанционно вести прием. Поэтому, Николай Редничев, он ездит, но небольшие аудитории собирает, отчитывается, я думаю, это очень правильно. Поэтому, уважаемые коллеги, мы до Нового года с вами не встретимся. Впереди у нас нет такой необходимости. Значит, я думаю, что у нас впереди с вами серьезные государственные мероприятия. Мы знаем, что 28 числа День памяти. Мы прошу вас подойти по возможности поучаствовать в республиканском мероприятии, поддержать его. 29-го у нас в той части, в которой мы с вами можем поучаствовать, тем более, вот и сейчас проводятся мероприятия, монахи проводят продление долголетия. Такие мероприятия, если это надо каким-то образом сделать, я и к своим работникам в аппарате обратился, обязательно давайте сделаем это дело. Ну и, конечно же, 30-й рабочий день мы подразумеваем, что мы все документы, которые нужно завершить до конца года с вами, текущего плана, должны будем завершить. Мы работаем с вами, общаемся с кем по телефону, с кем на уровне всевозможных документов. Поэтому я думаю, что у нас такие человеческие профессиональные отношения могут сохраняться. Поэтому я благодарю вас за ту работу, которую мы с вами проделали, и уже, я думаю, встреча будет у нас в феврале, или конец с мая, мы с вами тогда сможем уже рассмотреть те вопросы, которые подразумевает каждый из вас, в том числе и я, который с вами спасибо большое, я и для сведения. Дальше, уважаемые коллеги, вопрос разный, пожалуйста. Уважаемые коллеги, просто хотел мысли это свой уровень сейчас, по тем же законам, которые вы знаете, у нас всегда была позиция такая, начиная от Александра Николаевича и заканчивая от главующих на территории, которого сегодня учусь у меня с собой. Позиция такая, собака лает, караваны делают. Вот и все. И она, кстати, к сожалению, переходит и парламент республики, он пришел, но поймите правильно, сегодня, конечно, я понимаю, коллега Кусьминова, значит, и вы как иронически к этому относитесь, но это совсем не так, совершенно. Поймите, если мы так это все будем делать, и сегодня даже аргументируем необходимым нужно было сделать по QR-катизации, значит, свои предложения хотя бы ввести. Ну, что мы, в конце концов, барановые. Вот, посмотрите, да, собаки лаят, но вы понимаете, о чем говорит собак, когда лаят? Они говорят, а отсюда надо, они впереди там волки стоят, и эту каравану капунь придет. Вот, на сегодняшний день я хочу привести пример. Мы говорили о том, что, например, необходимо по территориальным разогласиям с Атрахамской области разговаривать. Вы же все этот приказ понимаете, только, значит, вопрос стоит на уровне правительства, главы, должны разговаривать. Ну, на уровне и парламента республики, общественных организаций. Никто не хочет слушать. Не хотели слушать. Сегодня посмотрите, что разрывает наш телеграм-канал и все остальное. Один нагальский имам жестким, так сказать, вызовом написал, что необходимо, значит, вообще калмыкин сделать, значит, калмыцким районом от Астрахамской области. А самое главное, почему там Цаганаман находится? Вообще, этот самый Цаганаман привел, привел, 1896 года, что ли, о том, что поселок Цаганаман входил в состав, значит, губернии. Там тогда не губерния была, а уезд. Астрахамская область или еще какое-то. Ну, я к чему говорю. Понятно, конечно, есть партии, есть установки партии. Согласен? Но вы не извините, мы живем в Таврис-Луге, калмыкии. Наша территория, и нас их правили люди, но в один из учетов не хотят прислушиваться. Вот то, что я сегодня говорил, действительно, может быть, они правы, а может и не правы, мы же не знаем, но и сегодня необходимо разъяснять и говорить людям, что происходит все-таки с коорганизацией и так далее, и так далее. Ну, просто, я не знаю, конечно, это такое импульсивное, это эмоциональное выступление, но я просто хочу обратить, уже мы ничего не сделаем. Это взорвется и что-нибудь случилось. Спасибо. Спасибо. На встречу, пожалуйста. Анатолий Васильевич, я хочу сказать, что очень оперативно вы ответили на мой вопрос на прошлом заседании. Я попросил вас сделать запросы по нарушениям на выборах Государственной Думы. Нарушений было очень много, все мы знаем, и вы сделали запрос, пришел ответ на ваше имя, вы его переадресовали мне, это от избиркома. Я скажу, что это ответ вообще ни о чем. Бем Чужаев, есть Бем Чужаев, прислал то, что, ну, так, для чего, чем бумагу пачкал, непонятно. Вот. Ну, вторая у меня была, вторая просьба, что обратиться в правоохранительные органы. Это, я думаю, посерьезнее, поэтому... Если надо, то есть, не, ну, я же в прошлый раз попросил, надо, Анатолий Васильевич, надо. И сейчас я прошу, как сказать, открыть, считаю мое выступление открытым обращением к вам, чтобы, ну, пусть правоохранительные органы дадут оценку. Еще я просил оценку главы, ну, сидит представитель главы, может, он ему передаст, как глава вообще, интересно, человек руководит республикой, и интересно знать его мнение, как он относится к нарушениям на выборах, причем с очень существенным нарушением, вплоть до отмены результата выборов, да, какие там были вбросы и угрозы, всем об этом знаем, поэтому... Договорились, хорошо. Хорошо. Ну, в любом случае, этот факт говорит о том, что, ну, сотрудничать и разумно взаимодействовать можно, Анатолий Васильевич, что вы просто вот драконили, как говорится, предыдущие три года ситуацию, вместо того, чтобы спокойно отвечать, и я вам спокойно, я спокойно реагирую на это, вместо того, чтобы вызывать там ругань и неприязненные отношения. Поэтому хорошо, движение есть разумное, я за, если еще получим два ответа от главы и от правоохранительных органов, пусть они будут там формальны, неформальны, другой вопрос, но если они есть, то уже это разумные шаги. Особенно, я думаю, от главы, потому что человек, который не контактирует ни с кем вообще и не хочет, он игнорирует целую компартию вместе с ее руководителем, а что говорить, об одиночках, таких как я. Все? Спасибо большое. Арслан Борисович, пожалуйста. Да, я хотел бы, вот тут присутствие, как раз таки, представителей правоохранительных органов, у нас также, известно, проговорить, тут, опять, может, какую-то, не знаю, оценку, или, может, не какую-то. по указу главы номер 172-172-29-го октября, по как раз таки, то, что введение по Кюркадам, ограничивать перемещение граждан, да, с 1 декабря. Сейчас мы, вот как раз таки, по Кюркадам, был лишь отзыв, да, в Государственной Думе, то бишь, федерального закона они не приняли, и Государственная Дума не взяла на себя ответственность так вот. А здесь, в регионе, получается, вопрекаются основные нормы Конституции, федеральные законы, скидываются таким образом еще ответственность на предпринимательское сообщество, чтобы они нарушали эти нормы и ограничивали перемещение граждан. Поэтому хотелось бы как раз таки, ну, не знаю, может отсюда сразу адресовать, получается, компетентным органам, чтобы они дали вот эту оценку. Здесь усматривается ли превышение полномочий главы бесконечности. Здесь стоит прокуратура и здесь, она передаст. Спасибо. Подождите, я могу сразу тем более. Да, но дело в том, что по ответу в СССР и в СССР и в СССР и в СССР специальным законам Российской Федерации об общении как взятие в законодательном хоруме под столбчиком и специальный закон федеральный обучение населения территории в СССР и в СССР они определили полномочию органов государственных субъектов. В том числе это решение вопросов в стиле предупреждения чрезвычайных ситуаций регионального характера, международных спальных, техильных действий, тех денег и в том числе они наделили полномочиям по установлению дополнительных обязательных скажем так для исполнения гражданами и организациями правил поведения переведения режима обрушенной готовности или чрезвычайной ситуации. Если вы отслеживали эту ситуацию, то по установлению правительства в республике помыть этот уполномоченный орган у нас в прошлом году, а именно 18 марта, введен режим повышенной готовности на территории республики в связи с этой положившейся ситуацией пока не надеяшной. И, кроме того, в рамках предоставленных полномочий специальным законам, еще раз назову его наименованием, за защитительной территории чрезвычайных ситуаций природово-технологичного характера, орган власти в лице уполномоченных главных муслиц, а именно в лице высшего должностей на территории сходу является глава недвиженной полномочия по установлению дополнительных ограничений. И в этой связи указом головы номер 88 пошли снесенные изменения в том числе 26 октября были установлены такие дополнительные ограничения. Мы, естественно, все проекты, которые поступают, проверяем на соответствие федеральному законодательству конституции, 24 федерального законодательства. Таким образом, даже в городе, что все это принято в пределах предоставленных полномочий. Более того, если вы тоже смотрите за поездкой, то по итогам состоявшегося для Трантова октября и текущего года совещания членами правительства президента Российской Федерации были даны соответствующие рекомендации. Ну, а что касается в целом, если мы анализируем региональную практику других субъектов Российской Федерации, то если сравнивать те обязанности, которые мы установили в виде наличия QR-кодов либо медсправ, либо других документов при посещении определенных мест, скажем так, нашего раскопления, то у нас очень, можно сказать, лайк, вешки, в районе другими регионами, которые установили эти обязанности при посещении органов гос-лайк, органов местного управления, организаций, федеральных и региональных мест. И повсеместно суды Российской Федерации, субъектовые, они завалены исками об обжаловании постановлений губернаторов, то есть высших положительных лиц, которые ввели соответствующие ограничения. Кроме того, они в соответствии своих указах, постановлениях определили еще пункты пропуска, контроля, которые мы, кстати, не согласовали и по согласованию с правительством, мы этот пункт убрали из проекта указов. Потому что действительно, на самом деле, при реализации возникло много вопросов, поскольку до настоящего времени на федеральном уровне не регулировано именно как это должен пункт пропуска, контроля выглядеть, кем он должен обеспечиваться, и большие вопросы были по поводу предъявления паспорта. Поскольку вы знаете, вообще-то, если брать в совершенстве, то если вы предъявляете QR-код, то вы должны и как бы обеспечить идентификацию своей личности, то есть предъявить пакты. Поскольку на федеральном уровне еще такого нет, поэтому мы и предложили совместно с правительством администрации главы убрать этот проект, что и было сделано. То есть на сегодняшний момент противоречия действующему правительству нет. Это все в рамках предоставленных полного дела. Спасибо. Уважаемые коллеги Николай Аргениевич и его будет продолжение и завершение ситуации. Уважаемые коллеги, год заканчивается и, естественно, вступает в новый законодательский год. У меня было предложение, я бы не хотел, чтобы фракции там были, какие-то фракции были. Было бы как бы предложение получить нашим комитетом, с учетом того, что мы уже изменения в Конституции Российской Федерации приняли, происпределили несколько других законов. Естественно, придет время, когда мы должны будем рассматривать степное уложение и ряд других моментов. Более того, второе предложение было бы все-таки нам рассмотреть, и уже мы должны его рассмотреть. Это, конечно, закон о выборах и депутатах народного урала. Мое предложение такое. Подготовить в первом квартале закон об изменении выборов, имеется в виду, перевести на мандатные опруга, это, в принципе, предполагается, и партийные списки. По количеству, я думаю, что мы можем увеличить, ничего не страшного нет, у нас зарплату, так сказать, получает просто 2-3 человека депутатов. Три. Ну, три, да. Поэтому увеличивать мы сможем, конечно, в рамках того федерального закона, который ограничивает возможности и все остальное. Учитывая то, что у нас 13 районов, 14, значит, во многомандатных, вернее, отомандатных округов, городской округ сделать многомандатным там, как у печи человек, и остальное оставить на противный список. Но когда-то надо, в общем-то, двигать, и чтобы не было этих проблем. Я думаю, что если мы сегодня примут предложение комитеты, разработают, а мы в них поучаствуем, просто, так сказать, свои предложения ведем, и у нас не будет скандалов никаких, там, скажем, приняли, не приняли, и так далее. Спасибо за внимание. Мы подразумеваем нам изменения в наш закон надо вносить. Конечно, скорее всего, партийные списки, это, так сказать, время вчерашнее, где-то смешанная система должна быть. Ну, вместе подумаем. Придет время, вместе подумаем. Не прошло и три года, Анатолий Васильевич. Спасибо. Сессия объявляется закрытой. Нет. Спасибо. Спасибо. Спасибо.